Детки делятся не по возрастам, детки делятся по умению. То есть их сначала тестируют, смотрят, какие показатели детки показывают, разбивают на группы и с ними работают. В некоторых случаях это идет индивидуально, потому что наши дети не всегда могут работать в группе. В некоторых случаях кто-то уже готов работать в двойке, в тройке и так далее. Плюс, вся программа задействована на три компонента. Первое, это учитель физической культуры или тренер, который отрабатывает с ними какие-то навыки. Второе, это тьютер или дефектолог, который отрабатывает с ними на переменках или дополнительно. И третье, это родители. Родители у нас очень активные. И если дома родитель что-то отрабатывает дополнительно, это огромный плюс. Еще из целей, безусловно, конечно, это детки не просто на тренировки ходят, а тот, кто подготовился и уже поведенческие какие-то снились, они могут выходить в свет. То есть это фестивальное движение, где детям не говорят, ты пробежал плохо, неважно, как ты пробежал, ты можешь пройти пешком 10 метров, и это для тебя будет победа. Или можешь пройти пешком 10 метров в бассейне. Это тоже победа. В мире, как вы видите, в 2004 году стартовал проект. Вся практически Европа, кроме Германии, охвачена. Германия и Финляндия. Они сочли это ненужным, потому что у них априори в Финляндии не делают различия между нашими детьми с особенностями развития и нормативичными. И как вы видите, в 2017 году, 1 сентября, этот проект стартовал у нас в Москве. Стартовал он с того, что мы с Алексеем Валентиновичем все лето отъезжали школы, директоров, доказывали, что это надо, что все равно вы не знаете, что делать с нашими детьми, а мы вам в этом поможем. Так, это вот карта, что в Европе. Второй наш шаг, можно сказать, это уже с тем было связано, что мы понимали, помимо того, что мы придем в школы, нам нужно за собой привезти обученных специалистов. Потому что с нашими детками не так уж много обучено работать. Тем более по адаптивной физкультуре. Чаще всего адаптивная физкультура для паралимпийцев заточена, для ментальников практически нет. Более того, для детей с аутизмом это тоже особый подход нужно иметь. Поэтому что мы сделали? Мы позвали наших старших братьев, будем так говорить. Потому что в Европе это движение давно, и куратор европейского отделения, и специалисты, которые молодой атлет в четырех странах развивают, приехали к нам. И в два дня очень плотненько уложили все программы, раздали методички, поделились своим опытом. Это было достаточно интересно. Первый день был теоретический, где наши специалисты с ужасом смотрели, а как же так, они соединили всех вместе детей сразу, и их дети в четыре года ведут мяч в баскетбольный и закидывают в корзину, а наши в 15 этого делать не могут. А на второй день уже был шок у специалистов европейских. Объясню почему. Второй день был практический, и они увидели наших детей. Так, это был шок. Они попросили изначально, не зная о российской действительности, детей четырех-шести лет. Представляете, да? И тут они приходят и говорят, а что, ваши дети не подготовлены? А что, ваши дети не могут по скамейкам пролить? А почему они у вас расползаются по всему залу? Вот, потому и расползаются, ребят, потому что у нас, собственно, еще хорошо, что дети там не устроили истерик и так далее и тому подобное, да? Вот, и к тому же специалисты были не готовы, что четырехлетки и шестилетки не могут 30-ти минутной нагрузки выдержать. То есть 5 минут внимания удерживалось, потом кому-то понравился яркий шарик, другому понравилась скамейка, и все. На этом практическая часть с участием детей закончилась. Раздали подарки, все поблагодарили, и остальную практическую часть специалисты показывали на наших учителях и тренерах, которые через полчаса вытирали пол, пот и говорили, все, мы это никто не сделает. Но, по крайней мере, обучение прошло, и теперь в 14 образовательных комплексах у нас эта программа реализуется. Конечно, не во всех комплексах она идет одинаково. Где-то идет медленнее, где-то быстрее, все зависит от человека, который начал ее вести. Потому что изначально действительно откликнулось очень много педагогов и тюдеров, и физруков. А потом они поняли, что, ой, с нашими детками надо работать. И серьезно работать. Но и тем не менее 62 учителя претерпевают на данный момент поведенческие штуки. Я уже не говорю о том, что мы покажем какие-то результаты, это не самое важное. Но детки потихоньку-потихоньку встают в строй. Солнечные дети перестали обниматься за три месяца. Как-то выправилось у них это. Дети с аутизмом начали входить уже не только на индивидуалку, но вместе в группах. И это очень большое достижение, потому что действительно большого стоит. Причем у нас же цель вывести их на городской уровень, так, чтобы они потом не боялись трибуны или еще чего-то. И так, наши ближайшие шаги. Обеспечение инвентарем. В принципе, почти те, кто начали работать, они обеспечены ярким, цветным. Мы вдруг выяснили, что у нас в России все, что есть для наших детей, это оранжевое такое ощущение, с полным уготовом полицейских и участников. Из спортивного оборота, который нам нужно. А Европа работает на ярком. Потому что наши дети лучше реагируют и лучше усваивают зеленое к зеленому, желтое к желкому, да, и так далее. Безусловно, регулярные тренировки два раза в неделю, потому что без этого невозможно чему-то научить детей. Если мы выведем их просто на фестиваль, то получим как раз расползание по всему стадиону, скорые крики. Это нам не нужно. Экипировка и фестивали. Ближайший фестиваль у нас в феврале запланирован. В таком семейном кругу, скажем, да. Мы просто посмотрим, как они и так далее. А уже 1 июня планируем вывести с участием международным, потому что наши европейские коллеги изъявили желание не просто приехать посмотреть, но и привезти своих детей. Так, это наши партнеры. Не у всех школ, к сожалению, есть логотипы. И тем не менее, школы. Центр патриотического воспитания и школьного спорта, который нам активно помогает. Спортивно-педагогический колледж в москомспорте. ПИК, вот про который Алексей Валентинович говорил. Это наши хранители. Наши стратегические партнеры – это Московская городская дума, Московская торгово-промышленная палата и департамент образования города Москвы. Это те, на чьих площадках мы активно развиваемся и которые мы споддерживаем. Наши технические партнеры – это наши благодетели, которые помогли нам с инвентарем. Это благотворительный фонд «Добрые дела». Мы вместе и новая школа. И информационная – это другая Россия, та, которая освещает всю проблематику инвалидного мира. Здесь мы видим, как поддержать программу, наши реквизиты. Всегда этим заканчиваем, потому что никогда не отказываемся от помощи. Если есть вопросы, я рада бы ответить. Спасибо. А вот микрофон у нас был ухажен. Я просто маленькая, и меня не видно. А кто у нас в предшествии? Спасибо. Можно я все задам? Да, да. Сейчас там больно вопрос. Не успею, я очень боюсь. Платные или бесплатные занятия в секциях? И готовы ли вы делиться своими методиками? Если да, как и никаким условием? Вы задали, наверное, самый проблематичный для нас вопрос. Потому что на данный момент специальная Олимпиада Москвы ни кем не финансируется, кроме ее учредителей. Это раз. То есть все программы запущены либо на волонтерских началах, либо на добром кошельке ее создателей Москвы. Но мы активно ищем таких благодетелей. Дальше. Методиками. Безусловно, мы готовы делиться методиками. Единственное, мы заключаем соглашение о взаимном развитии данных программ. То есть заключить соглашение, да, безусловно, мы можем где-то переподготовить тренеров, где-то детальщиками снабдить и так далее, и тому подобное, это не проблема. Это ничего не стоит. Для тех, кто вошел в наши программы, это ничего не стоит. Еще такое. Мы за 11 месяцев поняли, что не все родители готовы выставлять диагноз умственной отсталости, с которым мы работаем. То есть специальная Олимпиада большую часть работает с нарушением интеллекта. Если есть ООО и РАС, это наши. Соответственно, для детей, которые вошли в наши программы и подходят под наши критерии, это бесплатно. Для детей, которые не вошли в наши программы по той или иной причине, это льготная цена, 350 рублей за тренировку. И у нас есть еще нормотипичные дети, которые, в принципе, активно поняли, что ай-яй-яй, в Москве художественной гимнастики нет, а я хочу. Или, допустим, есть гребли на байдарках, где можно активно. Здесь же плюс в чем. Допустим, нормотипичный ребенок, да? Все. Последний. Нормотипичный ребенок не всегда сможет вырасти до уровня Олимпийского чемпиона. А здесь у него есть вариант вырасти до уровня специального Олимпийского чемпиона и выиграть золото на мире. Тем самым и для пари с нашим ребенком. Обратная инклюзия, да. Да. Прекрасно. Спасибо огромное. Спасибо. Это такая очень хорошая история, когда существует такая обратная инклюзия, которая действительно без особенностей интересует именно деятельность, да, совместная деятельность какая-то неизвестная. Хорошо. Марьяна Яна Афонина. Проблематика инклюзивного парка для детей с строительного ампистического сектора. Презентация диплома парк с интеграцией с сенсорным домом для детей. Продолжение следует. Продолжение следует. Всем добрый день. Я являюсь студентом первого курса администратуры в университете по землеустройству и специальности у меня ландшафтной архитектуры. Я уже закончила обучение бакалавра по как раз тоже ландшафтной архитектуре. И по окончании обучения я создала дипломный проект парк с интеграцией с сенсорным домом. И сейчас на магистратуре хочу продолжить эту тему уже именно с научным взглядом и посмотреть, что я, может быть, не учла, где, может быть, допустила ошибки. И вот это вообще соотносится с всем миром, нужно это кому-то или не нужно. Значит, первое, о чем я задумалась, мой дипломный проект назывался «Большой инклюзивный парк», а теперь мы сократили название магистрской работы до инклюзивного просто парка. Создали мы это название практически самостоятельно, потому что я нигде не видела такого словосочетания, мы просто взяли понятие инклюзии и применили к ландшафтному объекту. Как же сейчас вообще в мире понимается инклюзивное пространство? Если посмотреть на улицы Москвы, что мы там увидим? Это сейчас реализуется активно, большой такой проект «Доступная среда», который, как видно на этой схеме, это, собственно, визитная карточка данного проекта. Они и реализуют адаптацию людей с нарушениями слуха, зрения людей, с проблемами передвижения, дополняют улицы сигнальными информационными столбами или делают удобные лифты. Как вот это, да, все это можно наблюдать как раз на улицах. В Москве это очень много реализуют, не знаю про другие города, но я думаю, что в некоторых особо продвижениях городах это тоже реализуется. Основано это все, по сути, на нормах МГЭ, нормы, которые предназначены для людей на колясках. Вот это то, как бы основное, от чего они отталкиваются и куда это их ведет. Также создаются, собственно, инклюзивные детские площадки. Инклюзив заключается в том, что делаются съезды с горок широкие, где возможность есть на коляске проехаться, или какие-то там качели. И получается, что это, по сути, есть уже архитектурное некоторое решение, и оно просто адаптируется для каких-то особенностей. Не создается ничего нового. Мне же интересно именно создать что-то на базе, и в моей дипломной работе это на базе особенностей людей с расстройством аутистического спектра. И здесь вот есть, в пример, интересная детская площадка в парке рядом с ОДНХ. Это я от Макдональдс ее финансировал. И здесь они, мне кажется, максимально учли разношерстность вот именно этой особенностей, и что можно предложить. У них есть не только какие-то съезды широкие, интересные, как видно на картинке, что-то связанное со звуком, что-то связанное со зрением, с вот этих вот маленьких капсул, где искажается восприятие мира, или песочница с дополнительной лопаткой. Они подошли немножко шире к этой проблематике. При этом мне также было интересно посмотреть вообще, что в архитектуре есть, какие есть приемы, которые локально направлены на восприятие, то или иное сенсорное. Потому что, конечно же, архитектура уже существует столетиями, ну, как бы, тысячелетиями. И понятное дело, что так или иначе это где-то проявлялось. И вот я выбрала какие-то варианты, вот как это есть, например, куб с цепями, парки-музеон. Он четко направлен на сенсорное ощущение. Или в лесу ставится вот такое приспособление, которое локализует звук, и можно прислушиваться к звукам леса. Или также беседка с яркими акцентными, да, витражами. Также решение пространственное. Вот знаменитый мост Моисея, когда ребенок или, да, просто человек может пройти внутрь воды и почувствовать эту воду. Вроде бы она его не касается, но она где-то здесь рядом. Мне кажется, что люди из расстройства аутистического спектра, это должно быть очень важное переживание, потому что я знаю, что многие, ну, тяжело коммуницируют с водой, а здесь она есть, и при этом не могут ее как-то по-новому пережить. Или также барьеры из воды, да, внутри ребенка стоит, его вода не трогает, но она где-то здесь. Ну, и просто какие-то пространственные решения. Также в Москве, может быть, вы где-то наблюдали, в парке Горького, в нескольких, в общем, парках выставлялись на летний период такие сборные конструкции, в которых засыпались различные фракции, такие как песок или, может быть, камни, и создавалось место для сенсорной работы. Туда могли прийти любые дети, это не было несено никаким определенным нарушением. И там предлагалось также для людей на колясках, потому что были приподнятые клумбы, где можно было потрогать растения. Считается, что человек на коляске не может потрогать растения, что ему неудобно, он не достает. Ну, и вот, да, именно сенсорное восприятие. Тут, по сути, было, ну, можно было, в общем, потрогать всеми частями тела, в том числе столбами. И вот уже как это потом применялось, вот эти сенсорные объекты, применялись именно в каких-то инклюзивных объектах. Я понимаю, сегодня есть представитель из Смоленска. Этот парк я нашла на вот аргументы и факты, без сравнения свою статью. Он находится на территории психолога-медико-социального сопровождения центра. У них как раз вот это и есть история. Но это на территории находится. Мне же интересно, чтобы это вышло за пределы территории и создало, ну, и было общим для всех. Как для людей с особенностями, так и без веков. И вот мой любимый парк, это парк в Сингапуре. Это целостный ландшафтный объект. Это не детская площадка. Здесь продумана и логика передвижения по парку. И также есть какие-то места для отдыха просто людей, уставших там от городской среды. И самое интересное, они создали вот тоже эти сенсоры, локальное сенсорное воздействие на посетителей, такие как зеркала или вот есть такие две чаши, которые отружают звук. И это усиление вроде как, но это и некоторое исследование, которое, мне кажется, должно быть интересным людям с аутизмом. И вот немножко расскажу о своем дипломном проекте, в который я постаралась все это уместить. Это общая подача, архитектурная моя, это полноценный парк вдоль реки Раменка, в Москве я предполагаю его проектировать. Идея заключалась в том, что я взяла все сенсорные ощущения и выделила из них три, на которые мне понятно, что можно сделать. Это зрение, слух и осязание. Вкус и обоняние, они как бы идут дополнительно. Обоняние по-любому будет предполагаться в парке, так как то есть цветущие растения. Со вкусом немножко труднее обеспечить это в городе. То есть, если мы были бы где-то за городом, то можно было бы вырастить яблоневый сад или, может быть, какие-то кусты малины. В Москве этого делать не стоит, так как экология, к сожалению, в Москве не позволяет. И у меня получилось три сенсорных зоны. Зона тактильная, тактильных ощущений, аудиального воздействия и визуальная. Тактильную зону я разделила внутри еще на восприятие стопами, ладонями и всем телом целиком. Какие-то у меня были и такие предложения. Вот, например, куб с цепями я тоже использовала. И сенсорные дорожки, где, как вы видите, рельефное само покрытие. И оно, в общем-то, работает как зимой, так и летом, потому что выдающийся рельеф, я имею в виду сильно выступающий, будет даже через обувь чувствоваться в любое время года. Конечно, единственное, что чистить его будет довольно неудобно. Также тактильные стены и фитостены мы предлагаем в данной зоне. Следующая была аудиальная зона. Это зона активного звучания, звуковой коммуникации и тишины. Звуковую коммуникацию я предполагала, как, например, стоять на просе два рупора, и ребенок может что-то сказать в него и услышать на это ответ. Некоторая такая игра, игрового плана. Активное звучание, это ксилофон, например, большой, где звук, он будет сильно резонировать и будет он чувствоваться всем телом, и при этом ребенок, да, его будет переживать. Или, например, наоборот, элемент голосника такого, это некоторая беседка, грубо говоря, в которой можно посидеть, и она также на себя собирает все звуки, которые вокруг есть. Еще был придуман такой водопад, где, как видите, есть три зоны, и эти три зоны имеют внизу различную поверхность, такие как металл, дерево и камер. От этого получается разное звучание, также можно поизучать посетителей. И зона последняя, визуальная, это монохромное, полихромное оформление и зеркала. Вот, например, как монохромное, это цветник с единственным доминирующим цветом, или, например, полихромное, когда различные есть деревья, есть ряды деревьев, цветущих белыми цветами, красными, и последнее, это когда несколько тоже собраны в одном месте цветовых решений, и можно и посмотреть через одно зеркало, ну, как это стеклянная поверхность, или, наоборот, воспринять целиком всю эту картину визуально. Некоторые выводы. Ну, в общем, если говорить о вообще среде архитектуры, что недостает вот этого понимания, что людям с ментальными нарушениями тоже нужна какая-то место вообще в этой адаптации, не только прокаляточников, мы говорим о каких-то нормах МГН. И хочется вот именно перейти от адаптации пространства к разработке на основании каких-то особенностей, что дает некоторый следующий выход вообще на какую-то новую среду, интересную также и людям, приходящим куда дальше. Спасибо большое. То есть мы продолжаем дать им обратные люди, потому что в таком парке понятно, что не только людям со своими мыслями будем. Ну, вообще у нас, к сожалению, не очень есть время, но очень короткий есть. Очень короткий. У меня вопрос. Сотрудничаете ли вы с Союзом Архитекторов России и готовы ли вы к пересаживанию своих заботчиков по живым городам? Спасибо. Я, конечно, без спорта готова к совместной работе, но, к сравнению с Союзом Архитектором, я пока не имею никакого. Это будущее. Это мое будущее, да. Если мне удастся, как-то куда-то дальше пойдем. Спасибо большое. Влада Игоревна Калминзина, Организация инклюзивных специальных мероприятий Добрый день. Сейчас, минуточку, включу презентацию. Я много, за все время, которое здесь сидела, много опять думала, как обычно бывает у меня на конференции, что у меня остается конец, а в итоге я очень много думаю. И что же у меня получилось, да, как вы, наверное, догадались, я представил музей целенапевого искусства «Гараж». Наверное, пару слов про музей, про структуру в том плане, что инклюзивный отдел, да, он часть образовательного отдела. И у нас в отделе осуществляются различные направления работы, в том числе работа с посетителем с особенностями сектуального развития, куда у нас попадает работа с людьми с расстройством аутистического спектра и аутизма. Давайте, наверное, сразу, что долго не останавливаем. Мы уже говорили про тренинги по пониманию валидности. В каком плане, на мой взгляд, они важны, да? Здесь важно сказать то, что нужно, и не перегнуть. Например, да, вот две первых части, да, это этикеты особенностей коммуникации, это то, что мы чаще всего даем нашим сотрудникам, да, сотрудникам службы безопасности, сотрудникам стойки информации. Но этикет, да, по сути, общение с людьми с аутизмом, с людьми с расой, он ничего не отличается от этикета общепринятого в обществе вообще. Просто очередной раз нужно это проговорить, именно потому что столкновение с человеком с инвалидностью на людей, которые не привыкли общаться с людьми с инвалидностью, накладывает какие-то, да, они впадают в тупор и вообще не знают, что делать, им кажется, что нужно делать что-то абсолютно в другом, поэтому важно проговорить, что, в принципе, никакого различия нет. И третий пункт, разбор практической ситуации, да, он у нас обычно проходит уже с сотрудниками, которые были на тренингах, которые давно работают и не один раз все это послушали, уже там идет работа с конкретными кейсами, да, с конкретными сложностями, с которыми у нас сотрудники сталкивались. Но здесь, опять-таки, бывает желание самих сотрудников максимально оградить посетителей от сложных ситуаций, которые могут возникнуть. Это, на мой взгляд, да, это неверно, потому что, в любом случае, за рамками музея, во время взрослой жизни человек попадает в мир, где никто не готов, никто не будет вокруг него скакать, улыбаться и говорить, насколько все здорово и насколько все прекрасно, да. Даже сотрудники службы безопасности мне предлагают, что давайте, когда к вам вдруг приходят, мы не будем их металлодетектором, не будем смотреть сумки. Я говорю, почему? Ну, так как-то проще и вам, и нам. Я говорю, нет. Ну, и то есть, и смотрители у всех открывают крышки и у всех смотрят сумки. Сегодня, наверное, мне хотелось бы затронуть, да, тему, поскольку заговорили о каком-то выходе, да, в дальнейшем в мир, где ничего не адаптировано, да, пока что, где не все готовы и встречусь с разными людьми. Поэтому хотелось бы говорить о как раз социализации, да, самостоятельности, которая складывается из двух важных вещей. Это наличие свободы и такого важного компонента свободы, да, ее проявление как выбор. Сюда же попадает ответственность и все остальное. И, наверное, мне хотелось бы представить уже какие-то конкретные, да, методы, какие-то конкретные части наших наработок, которые этот выбор и предоставляют во время этой язи. Про социальную историю сегодня много говорили, но мне хотелось бы отметить, да, ну, тут вы видите, что у нас есть две, это не так важно сейчас, да, в рамках того, что я хочу вот так сказать. Важно, что социальная история – это все-таки инструкция. И инструкция, она обычно, она безличностная, она не имеет никакой оценки. И при этом очень часто попадают в социальные истории, которые, наверное, называют модель поведения, притом неконкретную, да, то есть если есть фраза «хорошо себя вести», мы не можем предсказать, да, как человек это воспринимает, что можно в это вложить, и дальше обязательно идет раскрытие, что если я буду вести себя хорошо, все будут мной гордиться, да, тоже. Какая у этого всего цель, да, можно ту же самую фразу разбить на много разных, да, компонентов, что вот есть работа, на работу я смотрю глазами, вот есть ограждение, я стою по другую сторону ограждения. То есть, опять же, да, мы говорим на каких-то конкретных пунктах, и тогда человеку понятнее, что конкретно нужно сделать, для того, чтобы, да, в принципе, не приближал сотрудник окранной службы безопасности и не вывел из зала. Кстати, ну, потенциально, да, с этой службы безопасности я тоже говорю, что работаю так же, как спаситель без инвалидности. Наверное, вот это все я уже опущу. Но, опять же, важно, да, не создавать вот этих конкубационных условий, да, первые наши экскурсии, они проходили как раз до открытия музея, но сейчас у нас наладилась связь, да, например, с техническим отделом, да, если кто-то, кто работает в музеях или в каких-то организациях, да, то, в принципе, все все понимают, и всегда можно договориться, что-то сделать потише, что-то, что сейчас будет яркое, не включать на время экскурсии, да, но все остальное также функционирует, есть посетители, а посетителям не так важно громко или тихо, они не знают, как было раньше, да, поэтому они пришли, посмотрели и увидели все то же самое, что и посетили с аутизмом. Смотрите, всегда важно, да, наверное, остановлюсь здесь на пункте по маршрут, да, маршрут мы прорабатываем заранее, но также, кроме того, что у вас есть четкая схема, вы знаете, каким работом вы будете ходить, важно найти какие-то пути отступления, опять же, где группа может проявить свою самостоятельность. Там, конечно, в основном, да, как и в любом коллективе, когда коллектив большой, есть какие-то лидеры, которые, да, виды мнений, которые всех за собой ведут. Например, сейчас у нас экскурсия всегда начинается в том месте, из которого можно пойти по одной лестнице или по другой. И у группы всегда есть такой выбор. Сразу появляются лидеры, сразу мы их видим. Все они работают в момент, когда задаются, да, какие-то такие вопросы всем. Вот, поэтому здесь это первый вариант выбора, да, и такое может быть где угодно, да, пойду в этот зал или в этот зал. Да, то есть, если позволяет, то можно предлагать группе, чтобы они тоже как-то активно работали. Дальше подробно будет про дополнительные дидактические материалы, про них вы видели на предыдущем слайде. Мы многие знакомы, наверное, потому что мы часто об этом говорим, да, это материал, который используется во время экскурсии. Опять-таки, для чего они нужны? Опять же, для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от того, есть у него возможность выразить себя словами, да, есть ли у него желание сейчас отвечать на наши вопросы, мог принять важное решение. Вообще, хочет ли он работать с этой книжкой, которую мы ему даем в начале экскурсии, а дальше уже смог решить, будет ли он говорить словами или показывать карточку. Все варианты ответов, там вставлены карточки, которые вынимаются и показываются. То есть, да, есть возможность, даже у человека, который может сказать при этом, ответить на вопрос вкусно, он все равно может достать карточку, он может не отвечать на вопрос, но параллельно с этим, такие материалы, да, они дают возможность каждому высказаться. То есть, право есть, а дальше уже выбор самого участника, делать он это или не делает. И также, сейчас к теме отношений не имеет, да, но это очень интересно, как экскурсоводы с этим работают, да, для некоторых это становится большим препятствием к проведению экскурсии, именно потому, что они выходят из режима, когда ты говоришь, просто говоришь, 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 все, закончил говорить, можно идти. Да, именно заставлять коммуницировать с группой, проверять ответ каждого участника, и то есть, какой-то контакт налаживать. Да, и, наверное, тоже важно, эти карточки, они в принципе, здесь кажется, что, да, здесь тоже кажется, что вопрос с однозначным ответом, но всегда важно дать человеку понять, не что ты ошибся, ты не прав, да, а попытаться вместе с ним ответить на тот вопрос, почему же могло так произойти, что мы даже вот здесь, где разбирали, да, фотография, картина или скульптура, ты показал карточку скульптуры, хотя это фотография. У нас недавно было, и мы, например, да, неожиданный тоже ход нашелся, мы заметили, что фотография находится на полупрозрачном куске пластика, и сзади него, если посмотреть, то тоже видно эту фотографию. Ну, то есть, условно говоря, мы сказали, что да, можно обойти и посмотреть со всех сторон, и что туда заходишь, тоже видишь, наверное, поэтому и произошел такой небольшой конфуз. И, да, я прекрасно ориентируюсь во времени. Смотрите, да, еще есть чек-лист. Да, чек-лист, он так же, как и книжка, которую я показывала до этого, он важен тоже, когда у нас появляется право выбора, когда у нас появляется какая-то самостоятельность, когда у нас в то же время есть и ответственность, когда появляется, когда у нас есть понимание того, что происходит. Если человек неосознанно пришел на мероприятие, и у него нет никакой общей картины о том, что будет происходить, зачем он здесь, то вот этой ответственности не пробируется. Когда у человека в руках есть книжка, в которой есть фотографии всех работ, к которым мы пойдем, он представляет, куда он идет, он представляет, что будет дальше, и как раз из этого понимания и складывается осознанность тех действий, которые он выполняет в настоящий момент. И чек-лист — это более упрощенная структура, да, то есть там нет вопросов, там есть фотография работы, и есть какие-то, да, места, которые можно заполнять, как знак того, что мы эту работу прошли. Мне кажется, на самом деле я подхожу. Да нет, не подхожу. Ну, давайте мастер-классы пропустим, да, но мастер-классы важны в том плане, что это закрепление материала, и плюс после экскурсии на мастер-классе, на самом деле, с самого начала видно, кто по-настоящему, да, как-то смог раскрыться, и кому было комфортно, а кому было некомфортно, и комфортно не стало. Вот, то есть, когда на мастер-класс приходят, уже можно прицельно более посмотреть на группу, все стоят не общей кучей, да, уже расселись, и как-то становится понятнее, кто как себя чувствует. И формат, да, который я могу назвать околоинклюзивным, это формат семейных дней в нашем музее, это когда просто открытое мероприятие, да, раз в две недели по выходным, туда приходят дети с инвалидностью и дети без инвалидности. Что важно здесь? Здесь важна возможность выбора у родителей, да, то есть мы не говорим, что вот у вас ребенок с инвалидностью, да, у вашего ребенка аутизм, сейчас мы к вам срочно представим педагога. Да, во всех своих анонсах, когда мы их размещаем, мы стараемся сделать акцент на том, что если вы хотите, вы можете. Если вы не хотите, вы можете точно так же, как все, да, все дети без инвалидности, дети с другими формами инвалидности, да, все дети, которые пришли на праздник, не на праздник, простите, на мероприятие, вы можете проводить время самостоятельно. Но если у вас есть желание, то мы вам предоставим педагога, который как бы работает непосредственно с группами, да, с детьми, со взрослыми, да, совсем с аутизмом. Вот, то есть это такая опция, которая важна для родителей. И дальше в этом плане родители тоже есть возможность выбирать, будут они ходить на эти мероприятия регулярно, либо это что-то разовое, да, у нас есть семьи, которые ходят регулярно, и при этом дома выполняют тоже огромную работу, запрашивают у нас материалы, чтобы понять, что же им дальше делать и к чему готовиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я прошу прощения, конечно, в последнем выступающем всегда тяжело, потому что что-нибудь происходит в процессе, как оно сегодня, и надо сокращаться. Сейчас, давайте, у нас осталось три накладчика, и поэтому выбирается конкурс на того, кто наиболее коротко, но доступно, а изложен свой материал. Ольга Евгения Владимирова, создание доступной среды для посетителей с раз в музей своей специальности. Постарайтесь уложиться до семьи, если получится. Добрый день. Ну вот я, как Лада, внутреннего такого не имею, про внутреннего, у меня так много... Это экскурсивные программы, которые объединяют посетителей всех категорий, и они помогают включать людей с особенностями в социум. Очень коротко, я думаю, вы увидите здесь и свою деятельность, да. Мы адаптируем свои экскурсии и программы. На территории, на площадках нашего музея проходят спектакли и мероприятия, в том числе проекта «Круг» театр и студии. У нас... «Круг» два, извините. В этом году у нас была художественная выставка «Люди должны быть разными». На этой выставке были представлены работы театр-центра Антона Триана из Санкт-Петербурга и работы художников наивного искусства из собрания нашего музея. Мы вошли в программу фонда «Выход», как раз фотография нашей сенсорной комнаты. В ту сторону, извините. И мы проводим еще специализированные мероприятия, которые направлены на отдельные группы посетителей с разными потребностями. Это экскурсии и мероприятия. Времени мало, перечислять не буду. Хочу рассказать об одной из программ, и на которую пригласить тех, кто захочет стать участником этой программы. Это цикл интерактивных программ «Чудесное превращение». Цикл состоит из нескольких тем. Все это посвящено декоративно-прикладному искусству народов СССР. Такова коллекция нашего музея. Как ни паритоксально, но в императорской резиденции в 1984 году был создан музей декоративно-прикладного искусства народов СССР. И самая богатая и обширная часть нашей коллекции – декоративно-прикладное искусство. Но это то, что позволяет сказать, что искусство рядом. Оно не обязательно огромное, монументальное, живопись, ювелирное, архитектурное. Оно рядом с нами в квартирах, в домах у многих. И это очень удобный повод поговорить с детьми. Вот здесь представлена фотография одной из тем. Мы говорим о габелинах, о технике безворства плетения. Мы говорим о металле, которая нас окружает и тоже является предметами искусства. Мы говорим о фарфоре, программе «История фарфоровой чашки». Мы говорим о полудрагоценных и поделочных камнях, и где мы в жизни их встречаем. Говорим о хохломе. К сожалению, нет фотографий с ребятами. Все фотографии, которые вы сейчас видели на слайдах предыдущих, это были группы, которые к нам в музей пришли вместе с проектом «Колесо обозрения». И именно в содружестве с этим проектом «Колесо обозрения» мы эту программу, которая проводилась для всех обычных посетителей, адаптировали для посетителей из вас. Занятия, что удивительно, уже несколько музеев здесь выступали, и у всех модель занятия примерно одна и та же, наполнение разное. А модель такова, что это экскурсия с элементами интерактива, это выполнение творческого задания, это черепитие. Но вот я почему-то захотела выделить еще отдельно часть знакомства, потому что во время работы именно с группами инкрузивными, или с группами, где есть дети, взрослые, с рас, очень важно в самом начале познакомиться, вступить в контакт с юпторами сопровождающими. Не всегда получается с самими людьми сразу вступить в контакт, но мы стараемся удивительно этой части знакомства достаточно много времени. Вот это самое знакомство. Здесь фотографии, экскурсии с элементами игры. Это никогда не радиобеседы. Знаете, как радио включили экскурсовода, он вещает, а все остальные слушают. Нет, мы в интерактиве, в сотрудничестве с посетителями. И вот наша творческая мастерская, так же, как и во многих музеях, это отдельное пространство, где можно заняться творчеством. Причем это экспозиция открытого доступа, там все можно трогать, крутить, вертеть, все подписано, и это пространство не закрыто никакой дверью. Оно встроено внутрь нашей большой экспозиции, и когда мы занимаемся здесь с детишками разными и со взрослыми, мимо ходят обычные посетители и останавливаются, дают вопросы. Иногда посетители с детишками хотят присесть и тоже стать участниками. Если место есть, мы никогда никого не отговариваем. Если мы занимаемся с одной группой, то с радостью возьмем к себе на занятия того, кто тоже захотел. Это просто фотография того, что делают ребята. Все, что они делают, они забирают на память. Некоторые хотят оставить в музее. И вот здесь та самая, сейчас у нас идет борьба умов, что делать с теми работами, которые остаются в музее, и хранить их у себя в столах мы, конечно, храним. Но очень жаль, потому что хочется, чтобы все это, потому что очень много среди них шедевров увидели посетители. Вот пытаемся найти сейчас какую-то форму, как познакомить наших гостей. Вот сувениры, чаепития. Все, вы это уже слышали. А вот то, о чем сегодня многие дипломатично умалчивают, это то, где взять деньги на всю эту деятельность. Я хочу сказать, что много сейчас для наших гостей уже есть бесплатно, но в рамках самостоятельного посещения музея. Но не скажу за все московские музеи, но знаю, что многие имеют приказы. По этим приказам утверждено определенное количество групп в месяц, которые мы можем принять бесплатно. Поэтому, дорогие гости, пишите нам письма, звоните. Почту я указала электронно. И, может быть, не прямо сейчас, когда вы захотите, но через месяц, через два мы найдем возможность принять вашу группу бесплатно. И приглашаем всех принимать участие в наших специальных праздниках. Это по дню города. Сейчас будет День инклюзии. Масса городских праздников, памятных дам, когда мы проводим мероприятия, и на эти мероприятия можно прийти абсолютно всем. Мы всегда стараемся быть доступными для всех. И вот ВКонтакте, если кому интересно, запишите, сфотографируйте. Рады увидеть вас в гости. Уважалось? Я помню. Про отсутствие внутреннего таймера. 6.39. Спасибо большое. 30-го ноября спектакля Диана Студия Георова «Волшебный мир нагрелит» «Подрицарицыно», а также 27-го декабря. Так что приходите. Спасибо огромное. Следующий у нас Аксёнова Екатерина Игоревна. Он, наконец-то, работает голосом соцкруктурной организации в кинотехательной сети. Удастся ли побить рекорд? Нет, мне вообще не. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Проще песню по русской связи еще раз про звук. Постараюсь очень быстро. Смотрите. Начну тогда с каких-то важных фактов, чтобы зацепиться вообще про это. это огромнейшая тема. Сразу скажу, что это никакого отношения на картотерапию действительно не имеет. Я досяду просто за работу со звуком, условно. И тут как раз вот этот признак, что утилизирует в арт-терапии, потом продукцию свою. Здесь интересная ситуация выходит, что вот я спел, и вообще нет возможности такой. Это вообще интересный момент получается. Из фактов разных, из архаики. Например, племя Маори, они используют пение во время, на протяжении всех родов, когда женщина рожает до самого конца. Поэтому получаются роды радостные и безболезненные. Из каких-то исследований, смотрите, получается, что звук, это прямо официальное исследование всяких научно-системельских центров, названий не будут говорить о скорости. Когда мы издаем какой-либо звук, 15, неважно, вот я говорю, или там звучу как-то, 15-20% этой звуковой волны она уходит наружу, все остальное поглощается телом. То есть получается и тканями, и внутренними органами в том числе. Поэтому получается, когда мы звучим, мы осуществляем, если мы хорошо звучим, как-то благодатно, осуществляем массаж всех внутренних органов, зависит от того, что звучит в этот момент. Из таких же исследований все знают, что разные частоты, они влияют на разные штуки, другие, и, значит, есть прямо частоты, которые обладают бактерицидным эффектом. То есть если это проводили прямо в институте гигиены и экологии, такие исследования, и при этом изучают действительно бактерии мрут. Вот. О важности этого процесса. Ну и известно, что, например, Демокрит, Пифагор, Аристотель советовали прямо лечиться пением, и есть такие заметки о том, что разные душевные болезни они предлагали излечивать с помощью непосредственно пения. На первом слайде такие основополагающие вопросы. То есть у нас, естественно, тело, это просто обычный музыкальный инструмент, если его воспринимать, и возникает самый первый важный вопрос, зачем вообще на него играть. И самый понятный ответ он находится, естественно, в народной культуре, в фольклоре. Когда мы собираемся вместе, если я звучу, вы все знаете, что в фольклоре звук такой принят, открытый, очень пронзительный, и резонаторы используются все передние. Это, естественно, не просто так делается, это не потому, что такая манера просто произошла, это делается исключительно для того, чтобы мы в этот момент могли с вами общаться. Если я все это закрываю внутрь себя, я сама с собой общаюсь, да, а мне хочется с вами. Поэтому пара работают, поэтому лицом друг друга, и поэтому очень плохо в фольклор входят всякие опосредованные штуки, типа микрофонов, усилителей звука, любых других и так далее. Это сразу рушит вот эту непосредственно связь. И здесь вот важен этот момент, что звук, он является прям границей между телом, внутренним, внешним миром, между телом и другим человеком через этот внешний мир. и вот на этом пограничье происходит вот это само содержание, что содержание возникает между, во многих вещах происходит, и здесь это также явно видно. Поэтому зачем? Затем, чтобы мы друг с другом могли общаться, это раз, а во-вторых, затем, чтобы мы могли выражать некие состояния. Это, естественно, может быть и наедине на самом деле с собой, но и в том числе. И такого понятия, что у меня нет слуха, у меня нет голоса, оно возможно только в том случае, когда у вас действительно технически что-то с голосовым аппаратом, не слышащие, глухонит, связанные с такими конкретными техническими трудностями. Во всех остальных случаях у любых людей, детей никаких противопоказаний, чтобы это делать, никогда нет. Это, и почему, говорит тело как инструментов, что так же, как у любой физической тренировки, это абсолютно натренировалось, причем очень быстро. Мы видели очень много случаев, когда медведь на уху наступил, через полгода ребенок, или там взрослый, человек интернировал, вопрос просто занятий, ведь его отношения к своему телу как к этому инструменту. Поэтому, кто на нем играет, уже сказали, все на нем играют, кто технически имеет такую возможность. Когда я уже сказала, что мы или общаемся, или выражаем какие-то состояния, как он устроен. Я сейчас сразу перебросну. Смотрите, когда мы начинаем работать, в том числе с детьми, мы сначала, естественно, видим по неким излучениям звуков и по типу дыхания, и по тому, как человек держит тело, мы видим, где сбои. Поэтому, если мы говорим именно про работу какую-то революционную, то вы являетесь, если вы педагог, вы являетесь в этом смысле настройщиком, и вам нужно сначала просканировать очень быстро. Это все очень быстро видно по любому человеку, что происходит с этим звуком. И этапы настройки такие. Идем сначала от... То есть, на самом деле, двигаться можно с двух сторон. Человек может и повторять просто по наитию, это тоже хорошо. Если двигаться со стороны тела, то мы сначала берем костную структуру на самое жесткое, что есть, закрепленное, скелет, то есть, это нужно распрямиться. Понятно, если мы сидим, то это на краю стула максимально освободить грудную клетку. Все понятно. Суставы освободить. Есть определенные упражнения на раскручивание тела целиком, чтобы все это высвободить. И очень важны мышцы на протяжении всего тела, на самом деле. Вообще все ноги, руки, голова, лицо, уши, нос, вообще все на свете играет роль в освобождении. На каждом этапе настройки тело и дыхание и звук везде есть. При работе двумя словами обозначаю коробка, образ и контактная работа. Образы всегда при работе с детьми естественно помогут вам объяснить, что вы сейчас от него хотите, какой звук идет. И контактная работа, когда если ребенок уже в состоянии, хоть как-то коммуницировать, очень удобно все эти упражнения собирать хороводами, парами, тройками, как угодно. после того, как вы настроили свое физическое тело, можно перейти к дыханию. На самом деле... Сколько времени? Мне кажется, надо потихонечку загружаться, потому что такое приглашение пройти дальше наше мастер-класс по терапии, как у нас сейчас идет. Бесплатная, уникальная возможность. У нас сейчас цикл мастер-класс подъема. Время не позволяет делать упражнение. В общем, происходит настройка дыхания. Ну, тогда вообще уже считайте, что я все рассказала. Вот. И про звук скажу когда... Вы смотрите там, читайте, что написано. Что важно для работы с ребенком, если вы хотите заниматься звуком или для себя самого. Самое главное сначала идти не от красоты, не от какой-то песни, не от чего-то. Если вы нашли свой дом, в котором ему удобно звучать, вы можете найти его интуитивно или есть специальное упражнение, это очень быстро определяется по выдоху, какой звук идет. И от него вы пляшете в две стороны, чуть ниже, чуть выше. И здесь вы добавляете громкость, силу, открытость, а только потом начинаете всякие украшать и пение. Поэтому вообще-то в виде примера разных убранных как работать. А, вот последний тогда слайд. Все это является всегда сенсорной интеграцией. Кто бы это ни делал, взрослый, ребенок с аутизмом, без аутизма. Идем от тела к звуку, как вот сейчас было на слайдах, или можно наоборот по подражанию, что то, то есть лучше с двух сторон, скажем, тогда двигаться, и вы придете в эту нужную точку. и у антропософских товарищей есть такое, они выделили три момента мышления и чувства воли. Сейчас не как психологических терминов, а воли обобщенно. И вот волос здесь относится к мышлению, потому что он ведет одну линию, и это концентрация, это внимание. при этом чувства это что-то такое, например, струнное в разные стороны смычковые, они от сердца к сердцу, это очень удобный образы понятные. А воли это, естественно, все, что связано с ударными, когда мы ритмику всего тела выстраиваем. Поэтому для нас здесь мышление в том смысле, что мы имеем возможность следить за вниманием. Спасибо большое. Да, сейчас пока у нас идет последний наш докладчик Евгений Владимирович. доступный для детей сразу модель сопроводения. Идет? Да, сейчас покажу. Это вы? Да. просто коротко к тому, что сказал Экдем, еще раз, что у нас есть сейчас это наш театр «Скредитут 2», есть мастер-класс фальтерапии, которые только что начали химикарно высоединиться, они бесплатные, это уникальная возможность. Мы также еще раз рекламируем книгу, в которой написано многие наши позиции, и мы вообще работаем с детьми, взрослыми, с расстройствами артистического успеха очень давно и достаточно, как нам кажется, успешно, потому что ребята инклюзируются в среду, вплоть до того, что они ездят сами по городу и так далее, начинали просто с полевого появления. Да. Добрый день, еще раз их приветствую, я благодарю всех коллег, кто сегодня присоединился в этой секции, я очень благодарна за то, что вы донесли ваш бесценный опыт до нас, до нашей конференции, до представителей образовательных организаций, для родителей, и, наверное, мое как раз господин будет подытоживающим, да, и мы попытаемся ответить на какие-то те вопросы, которые вставили в начале нашей дискуссии, да, один из тех, надо ли вообще возить или не надо детей таскать, заставлять, принуждаем ли мы их или нет. Так вот, наше убеждение, да, я выступаю как раз от лица Федерального ресурсного центра, наше глубокое убеждение, что обязательно нужно водить, обязательно нужно показывать, обязательно нужно приобщать к новым средам, к новому социальному опыту. Есть определенная детская культура, в которую вращаются нормативные, наркотипичные сверстники, да, это то, что они делают, ну, все, опять же, выбор обижен не их, выбор родителей, да, они приводят музеи в театры на дни рождения, на какие-то цирковые представления и так далее, все это проходит, вся эта культура, она существует. Так вот, приобщаясь к этой культуре, казалось бы, полевых детей, да, детей сумственно осталось бы, таким образом можно и нужно ли, на мой взгляд, нужно обязательно, потому что они такие же точно дети, приобщать нужно всех детей. Бытует мнение, что детям с раз, детям с другими нарушениями, прежде всего, из области социальной нужны такие навыки повседневной жизни, бытовые навыки, да, их нужно учить одеваться, их нужно учить ходить в магазины, их нужно учить самообслуживание и так далее. А все вот это музыка, театр, спорт, это потом, подождем. Вот, к сожалению, это очень порочная установка, если мы так считаем, что вот это все потом, когда они подрастут, когда они дозреют, когда они станут поближе к своим нормативным сердцем, то это неправильно. Это примерно то же самое можно провести параллель с младенцами, да, вот сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что годовалым, даже полугодовалым детям, да, их и водят специально есть мероприятики, на концерты, в театре и так далее. Почему? Потому что на своем уровне они это воспринимают. Также дети с раз на своем уровне воспримут этот социокультурный опыт обязательно. И то, что появилось так много организаций, которые готовы сейчас принимать этих детей, да, организации культуры, спорта, досуга, которые создали специальные условия у себя, это для нас огромный шанс выводить этих детей и показывать им тот опыт, которого они, к сожалению, лишены вот в этом порочном круге коррекции, в который они довольно рано попадают в дошкольном возрасте. Все, что не носит ярлышок так называемой терапии, для родителей считается несущественным. это можно подождать, с этим можно потом. Когда это уже школьный возраст, тут еще более короткий круг, это коррекция плюс образование, да, академические навыки, коррекционные занятия и так далее, а все остальное подождет потом. Так вот, наша мысль такова, что вот эти социокультурные, инклюзивные проекты, о которых сегодня столько говорилось, это наиболее благоприятная возможность для детей сразу делать, показывать что-то новое вне коррекционного образовательного процесса, и в то же время это наиболее, это самый лучший социальный тренинг, который только можно придумать, потому что это событие, которое происходит в естественной среде, в той среде, где бывают их нормативные сверстники, и где они вращаются в одних и тех же условиях, фактически. что для этого требуется? Что требуется для того, чтобы ребенок с аутизмом начал исследовать этот мир, начал видеть эти разные среды, разные учреждения, разные проекты? Просто более глобальная подготовка, более серьезная, чем-то похоже, кстати, на подготовку для детей младшего возраста. И вот мы с этого года у нас в Федеральном ресурсном центре начинаем апробировать эту модель специального сопровождения ребенка с аутизмом, которая будет состоять из трех этапов, таким образом мы видим то, как можно облегчить нахождение в эти социокультурные проекты. Безусловно, все зависит от того, какой уровень ребенка. Первый будет этап подготовительный. Да, мы используем все те механизмы, которые используются и традиционные педагогики, которые используют и с обычными детьми. Все то, что можно предложить в социальной истории, видеомоделирование, ролевые игры, планирование диалогов, специальные технологии решения проблем, беседы о состоящих событиях. Это, кстати, то, что очень часто упускают, когда с нормативными детьми выходят какие-то экскурсии, какие-то мероприятия. Очень часто их никто к этому не готовит. И зачастую, и я, кстати, была уже этому следу не раз, группы нормативных сверстников ведут себя гораздо хуже и неким успешно в этих социокультурных организациях, чем группы подготовленных детей с раз. они намного лучше понимают то, куда и зачем они пришли после специальной подготовки. Второй этап, это то, о чем сегодня уже говорилось неоднократно, это, собственно, этап проведения мероприятий, когда дети получают, для детей это отдых во многом, если они правильно подготовлены, для них это всегда эмоционально насыщенное событие, которое позволяет вырваться из той рутины коррекционного круга, коррекция образования, коррекция образования, и тут у них появляется что-то новое, мы все равно должны потихонечку на один шажочек всегда их из этой рутины выводить, мы для того и корректируем, и образовываем, чтобы в конечном итоге они могли функционировать в разных пространствах, в разных мероприятиях, в разных средах. И на чем я хочу сделать акцент, сегодня очень много говорил, что делает музей для того, чтобы дети сразу чувствовали себя адекватно, чтобы им было комфортно и легко. Я хочу подчеркнуть, что самое главное, что появилось так много организаций культуры, доскуда, спорта, лагерей инклюзивных, которые обладают тем самым главным, что должно быть, это инклюзивные культуры. Эти организации не просто готовы принимать их детей, эти организации прошли специальное обучение и создали специальные программы, этим обязательно нужно пользоваться. к сожалению, родители зачастую тоже занижают способности своих детей, считают, что они не готовы на том уровне, на котором они есть вообще куда-либо пойти. А сотрудники музея, которые еще часто говорят, вы знаете, родители занижают их способности, они оценивают их неадекватно, эти дети очень успешны у нас, в руках опытных экскурсоводов они показывают прекрасные результаты. и наша задача в обществе побудить не только мы вводим в рамках неурочной деятельности детей, не только педагогов вводить как можно больше этих детей на внешнем мероприятии, но и родителей как можно больше участвовать в таких мероприятиях индивидуально. Ну и на этом я не буду остановиться подробно, здесь много говорилось. я хочу только рассказать, мне показался очень интересный опыт американского исследователя, как раз она исследует опыт человека в правиле доступности музеев для людей с рас. И вот она предложила такую пирамиду, как она видит уровни доступности культурного учреждения вообще для человека с рас, который туда приходит. По ее исследованию, базовым уровнем доступности для людей раз, она американка, обладает уже большинство культурных заведений. Ну и дальше она продвигается вплоть до специальных мероприятий для людей с рас и их семей. Это тоже делается, если выводить на нашим музеям, это делается во многих наших музеях. Индивидуальная инклюзия есть, частичная и обратная инклюзия тоже. Такие мероприятия мы сегодня слышали. Ну и самый, конечно, шикарный вариант, когда человек с рас может прийти в любое время абсолютно без предупреждения в любые часы заведения культуры. Его там будут ждать, его принимать. И это тот идеал, к которому нужно стремиться. И мы все стараемся, наши коллеги, к этому тоже стремиться, чтобы это было. Здесь, на мой взгляд, нужно говорить не только, что это уровни, где находится тот или иной музей, театр или культурное заведение. Это и уровни, которые проходит сам человек по мере развития. Он переходит с нижнего уровня на самый верхний. А вот то, что она подразумевает под базовым уровнем доступности музея. Мне кажется, для коллег будет очень интересно это услышать, потому что здесь есть какие-то моменты, которые, например, отсутствие запрета входить и выходить из помещения в музей после покупки билетов. Очень важный момент, на мой взгляд, потому что тревожность многих детей действительно так высока, что иногда этапом становится просто зайти в помещении. На тот этап. Он зайдет, выйдет, зайдет, выйдет, и в конечном итоге он зайдет и останется. Ну и то, что в Америке на каждом шагу сейчас уже нам еще пока только мечтать, безглютеновое и без козиновое меню. Это такая интересная иллюстрация к кафе, но можно взять на вооружение, может быть, кому-то это удастся осуществить. Ну и третий этап, то, к чему мы возвращаемся, завершающий этап, после того, как проходит это мероприятие, мы возвращаемся к нашей любимой как раз коррекционной работе. Для чего мы провели это мероприятие, для чего мы вообще вывели эту группу или этого ребенка. Мы используем вот это эмоционально насыщенное, выбивающееся из привычной рутины событие для того, чтобы еще раз обсудить с ним, какие могут быть социальные навыки, как мы можем их улучшить, научиться его выражать, научить его выражать свои эмоции должным образом, научить его комментировать происходящее, событие. Очень сложности у детей с раз обычно с воспоминаниями, плохая ориентация в пространстве и во времени, поэтому воспоминания о чем-то, когда мы беседуемся спустя неделю, спустя месяц, делают некую привязку к календарю для ребенка. Ну и, конечно, создание всевозможных продуктов. Эмоционально насыщенное событие, а такой выход в музей или там учреждение культуры для ребенка с раз это всегда очень большое событие, потому что, к сожалению, это бывает редко, является очень хорошим богом заставить его что-то сделать. То же самое из книгозеев, их вот альбомы, видеоблоги сейчас популярны, очень хорошая форма для того, чтобы запечатлеть то, что с ним произошло и привязать свою жизнь к каким-то вот этим событиям, которые, как крючки, у него были вот в течение последних нескольких месяцев. Так вот, если отвечать на вопрос, да, да, все, я заканчиваю, стоит водить или нет, я бы ответила так, проблема не в том, что родители тащат и заставают, проблема скорее в том, что не водят, не водят, к сожалению, очень мало. Есть те, кто понял важность и уже осознал это, и водят эти группы детей достаточно активно, но вот мы слышали сегодня от коллег, да, что, к сожалению, это одни и те же люди, одни и те же группы и боязнь родителей, боязнь учителей зачастую. Проблема, наверное, в другом, чтобы как раз пользовались теми услугами, теми сервисами, теми инструментами, которые появились, чтобы приобщать именно к социокультурной среде детей и сервисов. Ну вот, наверное, кратко, все, что я хотела сказать. И это вот то, что ученые занимаются у нас в центре, и мы как раз готовы вводить наших детей к вам и с большим удовольствием будем это делать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем, кто сегодня выступал, кто слушал. Я вот буквально позвольте себе два слова просто как итог того, что мы сегодня услышали. И все-таки, мне кажется, что мы ответили не совсем на все те проблемы, которые я обозначал в начале, то есть мы услышали об эффективных практиках и новых тенденциях. Мы так или иначе коснулись проблематики, но не совсем все-таки, мне кажется, увидели комплексный подход в решение социокультурной интеграции, хотя он заявлен в тех программах, которые были сказаны, то есть показаны, что мы видели, что во всех музеях приблизительно есть вот этот момент получения чего-то и рефлексии этого, когда дети предлагаются потом отрефлексировать те впечатления, которые они получают. Но тем не менее, это какая-то часть только вот этого подхода, комплексного подхода. Какие у нас препятствия к осуществлению социокультурной интеграции? Мне кажется, что мы здесь немножечко только коснулись вот этого нежелания там родителей или подстраха родителей, или немножечко страха общества, которое нужно преодолевать, но это не все проблемы. И вообще, все-таки, мне кажется, мы не совсем до конца обозначили, что такое социокультурная интеграция. Это прозвучало сегодня однажды про то, что вот если, так сказать, человек может реализоваться в обществе, то мы можем сказать о том, что это эффективная социокультурная интеграция, но а как это сделать? Какие этапы на этом пути? И вот в этом смысле мы сегодня у нас какой-то такой прямо как это сказать было сегодня захват музеями всей нашей секции. Я думаю, что это не случайно. Это очень здорово, что так много музеев сейчас занимаются вот такими интузивными практиками. Однако, мне кажется, что и сами музеи на самом деле вот этой работой такой уже как бы комплексный показывает о том, что не хватает в том числе и чтобы человек не просто что-то получал, а в том, чтобы человек мог себя реализовывать в обществе. И именно тогда, когда человек реализует себя, тогда, когда мы принимаем то, что он говорит, да, вот то, что, собственно, музеи говорили о том, что вот картины хочется выставлять, да, то есть хочется делиться дальше, да, вот этот очень важный аспект, который, мне кажется, вот пока мы его не начнем выполнять, что человек с особенностями развития, мы принимаем его не просто вот его факт того, что вот он себя плохо ведет, кавычках, а то, что то, что он создает, является для нас ценностью. Вот только тогда, когда мы признаем за человеком с особенностями развития право на создание самых важных ценностей культуры, эстетических ценностей, вот только тогда мы можем называться инклюзивным сообществом. Это очень сложный процесс, потому что мы сегодня как раз про это очень мало говорили, про то, что, например, а где картины людей с аутизмом, где их выставки, да, в Царицыно была выставка совершенно замечательная, мне кажется, в сравнении Антон Тодриадом и художников современных, да, и не очень современных, вот, где еще, где еще вот эти выставки, где мы вообще можем увидеть творчество людей с расстройствами аутистического спектра? В Дарвиновском музее, в Дарвиновском музее, да, то есть, как бы, это происходит, но я имею в виду, что вообще, то есть, не только в ваших замечательных музеях, а я имею в виду, что, как бы, как воздействие человека с расстройствами аутистического спектра, как мы его видим в нашей обычной жизни, не просто потому, что вот он себя плохо ведет, в кино или в театре, да, а он, например, играет в театре, или, да, мы его видим в каком-то другом месте, да, где он, где он является не объектом наших услуг, а субъектом, где мы получаем его услуг. Вот это совершенно другой аспект социокультурной интервенции. Спасибо всем большое, я надеюсь, что мы продолжим с вами этот диалог и дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, что сейчас перерыв с обеда двух часов и не забывайте на третьем этаже на больших досках просто происходит регистрация на завтрашней площадке. Пожалуйста, записывайтесь, кому интересно, смотрите программу, выбирайте и записывайтесь. Спасибо. Встретимся, давайте все. Продолжение коллеги. Продолжение коллеги. Продолжение коллеги. Проходите потом в пресседжи, спаллиже, пространство, сюда. Тема нашего муниса стала обозначена как диагноз ограничения возможностей, и каждый доклад, который с ним прозвучит, он про то, что, говоря, каким образом имеют диагноз, имеете ограниченные возможности, стараться сделать так, чтобы все-таки круг этих возможностей было расширено, что для этого нужно, и мне кажется, что все эти доклады, которые у нас есть, и те, которые пишут, поговорить об этом, они о том, что без работы с родителями совершенно чуть получится. Если мы работаем и поддерживаемся родителям, и помогать родителям, то никакой работе детей не будет успешной. И все наши усилия, как специалисты, они не могут совершенно сделать работать. И при этом грамотная поддержка родителей и работы с ним во всех поспектах, самых разных. Она может привести свои молодых и привести к тому, что семья будет адаптированная, ребенок будет адаптированной, и все продолжают успешно. Первый доклад у нас у меня и урон. я сотрудник ПФЦ, сотрудник ПФЦ, в Одесском центром многолетнего работы и детьми и стратег, самое важное место, которое у меня есть, это именно работа с родителями. Потому что без родителей родитель главный сотрудник, главный партнер для специалистов. по этому тему я так и назвала работа с родителями как необходимые условия оказания помощи детям. Как известно, аутизм это тяжелое нарушение развития, которое начинается в раннем детстве и продолжается до контакта. И поэтому наша цель здесь понять, что вынесение дня родителей, которое травмирует события, травмирующие события, которые происходят в данной семье. И вот на ванильрует своего ребенка естественно каждый родитель потрясен. Потому что этот диагноз будет сопутствовать ему всю жизнь. И рушатся мечты ожидания у родителей и роли страдания становится частью повседневной жизни. Это все известное в будущем. Как известно, если пролистать много научных свердений, то можно увидеть, что родители находят такие стадии переживания. Первое, это шок, когда рождается ребенок, я ничего не понимаю, это не с моим ребенком, не может такое быть. Далее идет отрицание и вся проекция на человека, который поставил ему верность. И тогда опять начинается поход по людей у родителей от одного специалиста к другому. У родителей переживают такую стадию как гнев и вину. Почему именно это случилось со мной, особенно если при этом участвуют бабушки, дедушки, спекров, свекор, начинают дотошно спрашивать, кто у вас правду, честно скажи, может у тебя что-то было с этим диагнозом. И конечно эти все окружающие факторы они будут родителям в депрессию, депрессивное состояние, оно переходит на самого главного на ребенка. Редко когда родители услышат это, считают это инструментом и начинают помогать родителям все стараются помочь, но не в состоянии родителям в депрессии. Поэтому наша задача помочь родителям некоторых родителей застревают на какой-то стадии. Это тоже очень часто с этим встречается. Вот если прочитать «Кадалюша, было полтора года, я серьезно занервничала и не могла поверить, что это происходит с моим ребенком. Ведь я рисовала себе другого ребенка, я рисовала такого ребенка и она не могла понять и принять эту ситуацию. Это было потрясение для этой мамы. И наконец происходит такая стадия переживаний, когда идет принятие. Ну и что, что у меня такой ребенок? Я буду с этим жить. Кто говорит «Буду с этим жить?» Меня все будут жалеть, помогать. А кто говорит «Что моему ребенку нет кого быть другим?» Я буду грызть камни на своем пути, я буду делать все для своего ребенка. И в этой ситуации мама становится жертвой. И в любом случае мама готова помочь. Но как помочь своему ребенку? Это уже другой вопрос. И как известно, все эти переживания, которые проходит мама. И вместе с мамой я просто каждый раз фиксирую маму, потому что мама на 9 месяцев ближе к ребенку. Папы тоже переживают, бабушки переживают. Я просто обозначу маму. И в это время снижается профессиональный уровень семьи. Мама лишается карьеры. Папа тоже по работе или в крайнем случае оставляет семью. И семья распадается, все трудности ложатся на плечи мамы. Нарастает проблема в этой семье или браке. Умешается социальная активность. Ведь очень много таких случаев, когда мама приносит себя в жертву ребенку и начинает работать только с ребенком. Но есть еще такие моменты, это похвалайте к родителям, которые продолжают учиться. В этом году у меня пять родителей, с которыми я работаю. Они поступили в высшие учебные заведения, из которых трое поэземические терапевты. Это уже очень большая радость. отношения отношения ребенку. Ведь смотрите, есть категория родителей, которые теряют надежду. Есть категория родителей, которые привлечивают возможности своих детей. Категория родителей, которые фиксируются на недостатках. Другие родители прям стремятся, чтобы их ребенок освоил академические знания, забывая о том, что это неважно. Важно функционально значимые вещи, чтобы ребенок жил в социуме, чтобы ребенку было проще, легче общаться. Некоторые стыдят своего ребенка. В этот момент происходит сравнение. Почему этот ребенок разговаривает, а мой не разговаривает. Почему этот ребенок делает, а мой нет. Но эти все моменты, которые это запрос родителей, который должен услышать специалист. И запрос родителя, жалоба родителя, это главный инструмент в нашей профессиональной работе. И повышения предъявляют требования для высшего ребенка. Не думая о том, что ребенок не в состоянии. Мы должны научить родителей встать на место ребенка и почесывать, когда ему задают такие же планки, такой же запрос. И вот семья, наша любимая семья обращается за помощью, потому что в такой сложившейся ситуации они не в состоянии помочь ребенка. И они нуждаются в помощи. Есть запрос, что что-то идет не так. Необходимо, чтобы что-то изменилось. Запросы могут быть разные. Мой ребенок не разговаривает, мой ребенок капризничает, он швыряет игрушками, он демонстрирует нежелательные формы поведения, он не воспитанный и так далее. Родители не находят формулировок других, если родитель нет в теме. Есть родители, которые не все должны быть специалистами педагогами и психологами. Но что должны смениться и каким образом? Что делать специалисту? Слушать маму, что их ребенок не употребляет, не управляет, горевать, слушать то, что она горит и жалуется на судьбу. Пытаться описать проблему, как качество присуще только ребенку, или же быть на стороне ребенка, или разделить быть на стороне матери. Очень сложная задача для специалистов. Потому что еще есть программа школьная, если это детский сад, то не программа, проще это коррекционные занятия в индивидуальном режиме. Попробуем разобраться, почему. Мы не можем помочь при таком подходе, если мы будем все время жалеть маму, все время мы будем останавливаться, фиксировать свое внимание на недостатках ребенка в плане поведения. Так мы ничем. или он не осваивает академические знания, не считает, не запоминает цифры и так далее. Стоит подумать о том, что было бы, если бы каждого из вас, который сидит в зале, мог бы измениться с помощью уговоров, мог бы измениться с помощью каких-то объяснений института. Стоит меня покритиковать и я тут же изменилась. Такое тоже невозможно. Стоит убедительно объяснить, как я не права и вот сразу я изменюсь самым другим человеком. Конечно, это не произойдет. Это только лишь ведет депрессивное состояние, в агрессию собеседника. изменение к счастью это невозможно, которое я продиктовала вам. Ведь мы такие, какие мы есть. И наши недостатки это тоже наша часть. Это часть наша, да? Необходимо, чтобы что-то изменивать. Как это возможно? Самый главный притерий гипотеза, как хотите назовите. Участие родителей всегда на занятии. Без родителя такие правила у нас ребенок не получает помощи. Родиток должен присутствовать всегда. Даже при идеальной бабушке, при идеальной няне, пожалуйста, приветствуйте и няне, и бабушке, и дедушке, все члены семьи, но мама или папа обязательно должны быть. Такие правила. И нам удается, у нас родители всегда участвуют на наших занятиях. Что мы будем делать? Во-первых, мы оставим покой этих людей. Мы не будем фиксировать их внимание на те трудности, которые есть. Элементарно, когда пришли, улыбнемся, как вы хорошо выглядите. Ой, какая у вас прическа, какая рубашка у ребенка. с этого начнем вход ребенка в кабинет, где пациент принимает. Во-вторых, будем обращать внимание на поведение ребенка, на функцию поведения, почему это произошло. Обязательно, пока мы не разберемся, почему это поведение происходит, мы не сможем помочь нашей семье ребенке. Каким образом выведите вот эти все картинки, которые это все содержание нашей работы. Чтобы родитель мог принять, он должен увидеть, он должен услышать, он должен понять и быть вместе. И то же самое это направляется к специалисту. Специалист должен увидеть семью, услышать семью, а потом уж только понять и помочь семье, и быть вместе с семьей. Следовательно, мы учим взрослых людей наблюдать за своим поведением и поведением ребенка. Этого надо учить. это просто когда рассказывают, что ребенок плохо себя ведет, он все время хлопает дверью. Мы не можем в этой ситуации помочь, если будет сбор каких-нибудь данных. Мы обязательно должны наблюдать, чтобы понять, в чем причина. Учить взрослого на основании сбора данных анализировать свое поведение и поведение ребенка. И самое главное, учить взрослого новую форму поведения. И очень прошу, если среди вас не только родители, есть специалисты, если вы не очень можете помочь в плане изменения поведения, не делайте никаких советов, потому что в этой ситуации можно обратиться к поведенческому терапевту и получить совет. Потому что недавно был случай, когда мама ребенка жалуется на поведение ребенка, а педагог, наши коллега, дала совет маме, что лишить ребенка новогоднего подарка. Это была, конечно, хорошая кавычка, как ребенка лишить новогоднего подарка. Это совет, который может дать специалист. И поэтому я сегодня фокусирую ваше внимание на двух взаимодополняющих видах работы, с которыми важно работать. Да, есть индивидальная встреча, индивидальное движение, диагностика, знакомство с семьей, с ребенком, но обязательно есть детско-родительская группа и родительский клуб. Детско-родительская группа и родительский клуб формируются следующим образом. Это от шести до восьми детей и родителей. И обязательно родитель проходит от трех до восьми установочных занятий без ребенка. На первой встрече встречается родитель, ребенок наблюдения, после чего специалист идет работу с родителями. Потому что только получим установочные какие-нибудь через занятия, это не значит, я говорю, что вы должны принести наши ручки и так далее. Мы услышим опять родителя и на основании их вопроса мы построим наши занятия. Каждый ребенок будет в нашем внимании. У каждого свой индивидуальный будет подход даже в процессе детско-родительской группы. Обязательно условно детско-родительскую группу ведут два специалиста. Либо два психолога, логопед-психолог, дефектовый психолог. Обязательно два человека ведут занятия. И детско-родительский клуб, то есть, извините, родительский клуб, он проходит четыре занятия проходят в детско-родительской группе, последнее занятие, пятое, это занятие без детей. Встреча с родителями. 100% освещаемость. Когда говорят, что родителям не приходят, не важно. Приходят все. Какая цель? Это помочь родителям получать самое главное это удовольствие при общении со своим ребенком. Что дороже это будет? Не все родители могут объять своего ребенка. Не все родители. Мы обращаем внимание на голос, на объятие, на предыдущий доклад Кати Аксеновой, очень хороший доклад, который тоже говорил о том, что мы работаем телом. Но родители наши готовы это сделать. Каким образом? Тем, когда ты работаешь с ребенком, показываешь эти упражнения, то родители тоже хочется обнять своего ребенка точно так же, как обнимаешь ты. Обнять, покрутить, поверти, дать почувствовать, несмотря на то, что у ребенка есть проблема, что с этим ребенком можно получить от общения удовольствие. Это самое главное. и сотрудничество с семьей, привлечение сотрудничества семьи, членов семьи, которые отстраняются в проблемы. Это тоже мы берем на вооружение, потому что мама одна не может все время работать. Были случаи, когда у нас возвращаются семьи папы, и даже если не возвращаются, они принимают участие в воспитании своего ребенка. цель, вот посмотрите, помочь получить удовольствие от своего ребенка, от общения. И слов родителей, я устала, устала от всех, я от него тоже. Это же не просто слова, которые мы придумали, это высказывание наших родителей. Я не могу приезжать и обнять своего ребенка. Были случаи, когда на занятии другой родитель, есть тоже возможность у другого родителя такие, если каждый не обнимает ни своего ребенка. Были случаи, когда есть ревность у родителей. Но когда родитель видит, что восхищается его ребенком и не только она может обнять своего ребенка, могут другие члены группы обнять ребенка, это тоже дает родителю крыльяный полет, что я не одна, что моего ребенка любят, что насколько я перспективный ребенок. Казалось бы, такое простейшее упражнение, как ладошка, очень простое, но оно приносит столько удовольствия и детям, и родителям. Когда в руках вас эта ладошка, пошлем, принедет ребенка, можно и родителей пригласить в круг. И вот такое тактильное упражнение, оно приносит очень большой эффект в работе с родителями. Вот загадочный фантастический эффект этой ладошки. Но обязательно эти все моменты мы рассматриваем на родительских установочных занятиях, что до вашего ребенка мы будем дотрагиваться. У нас будут такие упражнения, родитель должен быть в готовке к этому, потому что такое упражнение пошлепывание это вот обязательно может ставить известность родителя. Какая цель этого упражнения? Помочь родителям избавиться от чувства стыда за своего ребенка. Я не справляюсь с поведением моего ребенка. Мне было стыдно выходить с ним на улицу. Но если в момент когда ребенок то реакция ребенка если ребенок будет показывать нежелательную форму поведения убегать от мамы или не сможет долго ждать этого очереди мама с удовольствием может достать эту ладошку и поиграть с этой ладошкой во время пока подойдет ее очередь. Это тоже очень такой хороший момент для родителя. Шикарные упражнения которые уже оправированы и тоже простейшие упражнения передать когда ребенок от одного участника переходит к другому участнику. Вы смотрите разные руки это же собственно это же чтобы вот смотрите почувствовать что есть не только руки моей мамы есть еще другие руки более сильные более слабые дальше в процессе этого упражнения передаем и добавляем упражнения элементы упражнения когда покружил ребенка передал покружил ребенка передал далее завершается это упражнение тем что ребенок должен реагировать на голос собеседника, позвал Ареша, он подвержал к тому, кто его позвал, и другой. И вот от этого это очень простейшее упражнение, которое играет на ней, очень большое психотерапевтическое воздействие на поведение родителей. Очень важно хвалить родителей. Без похвалы невозможно жить. Сказать, молодец, как вы хорошо обняли ребенка, покажите, научите меня, у меня так не получается. Ой, так вы хорошо сегодня позвали. Наша цель такая, чтобы родитель как родитель вырос и стал педагогом для своего ребенка. Ведь мы можем какое-то время помочь, но родитель уже всю жизнь ребеноку свою. Родитель должен понимать, почему он делает. Любое упражнение должно иметь свою цель. И вот такие вот слова, высказывания родителей. Как тепло стало мне после услышанных слов, мой адрес. Молодец, ты, умничка, как у вас хорошо получилось. И вот эта генерализация, эта навыка переходит в рамки дома. И родители активно используют, да? Потому что они нуждаются в этой поддержке. Цель работы грубо. Дать возможность, самое главное, почувствовать, что вы не одиноки, что есть люди, которые готовы помочь вам в решении ваших проблем. На встречах высказывание, что мама говорила, что я встретил конец помещения. Но здесь очень важно на родительском клубе провести первая тема, это забота о себе. Чтобы родитель научился заботиться о себе. Чтобы родителю была возможность правильно сесть и встать, и как поработать над своим голосом. Поэтому мы используем активные упражнения из фендер-кайсной, из разных техник, лечебедительная гимнастика. Очень много разных техник, которые мы используем в работе для того, чтобы помочь нашим родителям. Право выбора за родителя, как она будет себя вести в торговом центре, какой она наряд выберет. И разные такие мастер-классы мы проводим для родителей, чтобы помочь им научиться заботиться о себе и поменять свою походку, свою спинку, чтобы сидело ровно. И еще раз возвращаюсь, дать понять родителю, что несмотря на то, что в семье растет ребенок с проблемами, то можно получать от жизни удовольствие. Занятие не заканчивается вне кабинета. И они начинают готовить каждый что-то, готовить дома вкуснее. У нас бывают чайпития, у нас бывают крупные столы, когда и на клубные занятия без детей и с детьми мы можем сами, своими руками прошать и накрывать этот стол. Это тоже самореализация, показать, что я нужен, у меня есть возможности что-то делать. Ну, я говорила о привлечении сотрудничества других членов семьи. Это обязательно условие тоже, да? И мы нашли такой способ общения, потому что не очень сложно, что вся семья была как бы на занятиях. То те члены семьи, которые отстраняют, мы пишем им письмо по электронной почте. Мы берем электронную почту, но папа, например, не замечает, что на первой встрече он успел мне дать уже электронную почту. Я так спрятал, а вот ваш электронную почту, может когда-нибудь мне пригодится ваша электронная почта, но всякие подходы. И вдруг папа получает по электронной почте, что у ребенка есть продвижение, есть динамика, что ребенок стал смотреть в глаза, такие элементарные вещи, которые и мы таким образом можем привлечь внимание папы. И папы начинают появляться на занятиях. У нас в группе сейчас два папы, которые активно работают, и они принимают активное участие. Ну, остальное содержание, тема очень широкая. Вышел наш сборник, который вы можете прочитать в этом году, вот сейчас конференции. Завтра я даю мастер-класс более подробно расскажу, мы пощупаем, потрогаем, поиграем в эти игры. Можете прийти на мастер-класс желающие. И самое главное, еще раз хочу понять. Нужно увидеть, услышать, понять и принять эту проблему. Ведь мы, специалисты, от нас зависит судьба семьи, судьба ребенка. И когда папа говорит или мама, коллега, подойди ко мне, я поцелую, ребенок бежит по мне. Это тоже диагностика. Попробуйте провести. Кому побежит ребенок, когда родитель такой речью. А самое важное, чтобы ребенок подбежал родителям, да? И мама смогла его обнять и поцеловать. Мама замечательная сеть. И низкий поток перед теми мамами, на камень его праздник, День матери. Еще раз всех вас поздравляю. Поэтому мы будем стараться помогать этим всем. Вопросы? Я закончила. Спасибо, Баба. Спасибо, Баба. Пожалуйста. Есть вопросы? Да. Здравствуйте. Я в этом свадьба, да? С Вадима Малерьевна. Кьютер и посоветительство. Мама, Веденка, Франц, которому сейчас уже 13 лет. Поэтому, Веденка Малерьевна, мне виски вот все эти слова, которые не сказать абсолютно подпишусь под каждым вашим словом и близкое национальное выгорание и много много еще чего на сегодняшний день как-то это удается преодолевать в связи с этим простой вопрос правильно ли я поняла что федеральный ресурсный центр на сегодняшний день можно обратиться делать вопрос как от семьи так и от мамы например да и прийти до помощи всегда в любое время пожалуйста проблем нет федеральный ресурсный центр широко раскрывает свои двери если участвуйте в работе с семьей я по следу мы в университете можно писать по электронной почте на сайт мы отвечаем на все письма и даем даже письма и индивидуальная работа с родителями тоже ведется не только в рамках как вы сказали с родительский клуб там детка родительская группа четыре плюс один но и просто работа всегда есть исключение если очень желание большое но мы тоже люди мы всегда идем на встречу мы помогаем всем потому что это наша работа спасибо 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 за то как вы работаете зато что завтра можно по счету руками на первом плане кажется что это очень просто нет ну ведь не лень как будет на самом деле реально чтобы отредить у них добраться для семьи отредить специалисту стараться поможем иметь они видят ребенка себя недостаточно да вот что он не смотрит глазам пол себя ведет ребенок по определению точке концепции родителям родителей отдельное спасибо потому что мы как родители очень часто слышим прежде всего что ваш ребенок не имеет вот это ваш ребенок плохо себя ведет ваш ребенок где дефицит, где депутат так легко приходится слышать о том что ребенок может или что почему он не учился что родителям вообще не кажется отличная штука простая которую для этого вооружения совсем не сложно а эффект может появиться правильный ну тогда я приглашу я не вижу роман за поездку но у меня нет это правильно я понимаю нет тогда я попрошу следующего нашего закладчика закладывать про правильно про реализацию или про вообще нет без слов я скажу заявлена программа да значит да значит очень интересная программа работа кстати спасибо спасибо большое я скажу наверное все таки если здесь такие кто не знает центр лечебной педагогики у нас наверное не очень много таких но повторю что центр создан в 1989 году почти 30 лет работает особой категории детей реализуем конечно свою миссию это право ребенка его семью с особенностями развития на достойную жизнь на включение в систему оправдывания и многое другое всегда такой комплексный командный подход он стоял во главе работы с особым ребенком и при формировании системы помощи комплексной всегда выделялись группы работы с родителями да дети занимаются и отдельно можно назвать клубом можно назвать сообществом была возможность за круглым столом сейчас она есть собраться группам родителей обсудить вопросы которые возникают и попытаться преодолеть ну некое такое не знаю не преодолеть а разбить родительскую броню которая иногда очень сильна у родителей таких детей и это уже шло как бы параллельно да ребенка брали на занятия при необходимости там юристы наши медики потому что центр имеет и педагогическую лицензию и медицинскую на комплексном подходе выстраивали свои занятия они начинали работать в общем-то параллельно с семьей нас очень заинтересовала программа которая разработана еще в 1997 году в Аглии национальным обществом аутизмом и фонд однородные сердца выступали я знаю представители на конференции они делали переводы в общем-то получили некую лицензию на право обучения специалистов для того чтобы стать трансляторами этой программы вот у нас четыре наших специалистов прошли обучением по программе которая называется программа раннего вмешательства при расстройствах аутистического спектра Эллибиоз эта программа она вот такая особенная она как раз вот рассчитана на момент когда выявляется у ребенка устанавливается этот диагноз и как правильно сказала коллега это первый шок да этого не может быть это как помочь и что можно сделать чтобы в общем-то принять своего ребенка таким как он есть и пройти эти шаги программа эта рассчитана на три месяца и она рассчитана на детей дошкольного возраста включает в себя групповые такие сессии для родителей восемь встреч по два с половиной часа за три месяца а также четыре домашних визита на котором специалисты работающие в группе должны прийти в семью им должны разрешить прийти в семью это очень такой отдельный тонкий момент да для того чтобы сделать некие видеосъемки в семье каким образом происходит взаимодействие ребенка и родителей вообще в семье где его место да каким способом вообще происходит взаимодействие родители обычно говорят давайте мы сами с ними мы покажем а то вы придете а у нас не убраны еще много много разных каких-то вещей которые иногда останавливают принципе да у нас нет все равно пока система некое выявление да вот на воронеже на какой-то мониторинг проводим да на каком моменте можно включить семью в эту программу раннего вмешательства вот сегодня сказали диагноз да убедились специалисты где дали вот эту справочку я не знаю направление чтобы завтра родитель смог прийти ну не знаю пережить ну не завтра через какое-то небольшое время но все-таки чуть-чуть отойдя от этого включится некое действие группы это бесплатные для родителей да у нас прошли через такие занятия семнадцать семей да каждой семье в группе резервируется два места да и работают семьей от двух до четырех специалистов там по-разному программа и каждый родитель и каждая семья потом получает такое пособие переведенное английское в котором очень понятно простым языком написано что такое аутин какие проблемы да как это связано или не связано с наследственностью наследственностью правильно сказали да кого-то обвинить что это много вопросов уделено коммуникациям всем способом какие есть методы технологии или там способы работы с ребенком что можно получить если ребенок будет включен в систему занятия возможно в раннем таком возрасте как научить родителей не только принимать ребенка научить правильно что родители какой-то момент понял что для этого своего ребятенка нельзя повысить голос и тогда для ребенка шок или сколько времени должно пройти для родителей подсказка послушай родители начинают думать что может быть вот ровно такую одежду ни за что она каким-то образом кусает чешется или что-нибудь так и использовались вообще не зрительные все поддержки то что мы говорили какие нас он и много-много поведенческих вопросов которые возникают буквально по каждому такому вопросу очень доходчиво и про язык и про подходы и про методики про рутины как у нас говорят и много-много чего все это вот а главное есть сообщество да в котором это можно все обсудить эта группа стабильно 8 раз собирающих плюс все сразу захотели организовать и общение создав свою группу с электронными технологиями там чаты организую понятно что это и возможность мамам ли папам ли а если на раннем этапе мы кого-то подхватим за вероятность того что папа будет много по крайней мере вот на фотографиях которые вам очень-очень много как вы правильно сказали много да должно быть празднование достижений в любых моментах и отдельный вопрос это конечно обучение понимание родителей дать каким образом ребенка начать приучать маленького возраста я не знаю к приведению или к участию в гигиенических процедурах мне кажется что вверх который за родителями какие они молодцы не было это максимально помочь своему ребенку сделать для него быстро мы живем в таком быстром мире мы можем подождать да нам надо быстро получить результат здесь и сейчас и подождать вот этот вот период когда же ребенок услышит вас а у него может быть скорость усвоения совсем-совсем другая не знаю понимание и сколько раз надо сказать одно и то же и то что правильно вы говорили что ребенок не хулиган да вот на самом ваш ребенок хулиган тоже в итоге получили наши родители да объединившись вот даже сделали такую небольшую рекламку и одна из мам нарисовала и плеву да вот такого пеликанчика обнимающихся а ровно в работе с родителями вот то что мы понимаем какое-то общее такое действо в родительском клубе к сожалению покопалась у себя в сумке не нашла но в принципе мы перездаем постоянно некие такие послания в мир да группа родителей согласилась с тем что детей можно сфотографировать и они вот на визитной карточке выложили фотографии своих детей а на обратной стороне написали понятные слова для людей которые хотят перевоспитать родители или по пути там я не знаю в метро в магазине не задумываясь сделать вот так вот походя да что же вы так не можете своего ребенка да и начинать какими-то воспитательные меры и вы знаете мы тоже там по моему у нас порядка семи или восьми карточек с разными посланиями и очень используем можно дать в песочнице можно везде где не вступая в ненужную партилику и объяснять где написано очень понятное я не знаю четыре строчки о том что у меня особый ребенок что необыкновенный он много может но очень таким корректным языком что будет ЦЛП завтра я знаю у нас тоже как будет мероприятие обязательно вам отдали конечно времени вот таких двух с половиной часов после одного двух занятий у родителей не хватает ты знаешь что дома ребеночек то есть первое с детьми не занимаемся вот в эти три месяца работы идут только с родителями вот это вот самое самое тяжелое оказалось вообще сформировать группу родителей набрать этих дошкольников да где там что чтобы они услышали и чтобы родители согласились заниматься тогда когда с ребенком ничего не занимаются вот в принципе если это интересно знаю что фонд обнаженные сердца продолжают проводить свое обучение на вот этих вот курсах и после по-моему двух или трех дневных семинаров я сама не тренер просто транслируют информацию они дают вот этот сертификат который дает право на занятия ну но это главное вот таким образом пока еще да и помощь у нас так все таки далековато получается да слушаем да можно эти позитивные отвечают ну а то же правильный вопрос я слушаю скажите пожалуйста это книгу это можно где-то приобрести или она только у вас находится она находится в фоне обнаженные сердца и мы раздаем ее родителям которые проходят занятия каждый родитель получает пособие это есть второе посуде ну то есть в свободном выступе его их нет ну ну да я знаю где-то они есть или нет помогите да ягупова Ольга городской психолог педагогический центр я просто ну вынесу да Александра Константиновна у нас в центре тоже специалисты обучены работе по данной программе я просто немножко Александр Константиновна так очень общую рассказала об особенностях программы да но программа на самом деле предполагает достаточно такой жесткий регламент она не предполагает работу с родителями направленную на принятие да своего особенного ребенка эта программа очень конкретная она помогает нормализовать жизнь в семье она обучает родителей взаимодействию с ребенком поэтому те пособия которые раздаются родителям которые включены в эту программу они тоже носят очень такой узконаправленный конкретный характер то есть если у вас в принципе с собственным ребенком нет проблем коммуникации при учении к туалету у вас нет проблем с принятием пищи да у вас не очень тяжелый ребенок да то в принципе эта программа не для этой категории детей эта программа как раз направлена на те семьи в которых очень сложно да осуществить совместную жизнь с особым ребенком безусловно чем раньше семьи включаются в эту программу тем лучше потому что ну ранний возраст неважно вам узнала про диагноз полтора года или три года проблема от возраста в ситуации аутизма не зависит сейчас когда все говорят о том что мы идем по пути конвенции ранней помощи и Москва становится как субъект Российской Федерации тоже на путь перемен безусловно эта программа могла бы стать серьезным подспорьем для образовательных организаций которые заинтересованы в реализации на своей базе именно программ ранней помощи она очень технологичная она не очень трудозатратная в плане вот реализации ее как таковой потому что обход обнаженные сердца совместно с фондом выход это разработок двух фондов они оба принимали участие адаптации материалов действительно проводят обучение специалист который прошел обучение по этой программе может работать как тренер в родительских группах затем после прохождения определенной супервизии это он тоже представляет результат им необходимо представить свое видео того как он проводит работу с семьей получает сертификат это не просто вы обучились и не сработает нужно пройти супервизию и после того как специалист прошел супервизию можно реализовать программу самостоятельно но два года затем предлагается специалистам еще раз пройти супервизию поделиться тем которые он наработал и тогда стоит вопрос о том что этот специалист может быть тренером для других команд специалистов то есть это возможно еще рост внутри программы фонд обнаженные сердца и фонд проводят там очень бесплатно бесплатно и семьи не знаю у нас в центре фироскопсихолог педагогическом программа для родителей абсолютно бесплатная у нас тоже для родителей естественно бесплатная программа это условие для специалистов специалисты в фонде обучаются бесплатно в фонде можно смотреть на сайте посмотрите на сайте обнаженных сердец у них сейчас предстоит набор на эту программу и если в прошлом году это была первая история вообще в российской на территории Москвы да то в этом году круг уже участников расширен достаточно потому что пополнил копилок тренеров то есть ну вот видите но эта история такая она два раза в год то есть где-то там ближе к весне возможно будет еще один набор ну и если мне позволят я сделаю акцент получилось что здесь специалисты все я так понимаю ну вот либо два в одном либо два в одном ну смотрите вот александр константиновна вот такую вторую важную верху да почему-то всегда принято рассматривать родителей только как со стороны родительской да им нужно помогать принимать но на самом деле если вы да а вот александр говорит о том что его нужно еще и обучать да принимать обучать и скажите пожалуйста думали ли вы на то что еще наших родителей это видимо наша такая ментальность что наших еще родителей необходимо учить сотрудничать именно со специалистами ну это я не знаю я могу вообще мне кажется что надо взаимно учиться сотрудничать да это просто эта проблема не я приехала из города Владимира методиста информационного информационно-методического центра мы работаем с дошкольными учреждениями и со школами И вот очень часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда вот то, что сейчас рассказывали, это вот прямо архиважно для нас. И вот идея работы, занятий вот таких вот с родителями, обучение родителей, это шикарно. Мы сталкиваемся с тем, что с трудностями привлечь вообще родителей, вот отрицанием настолько идет ситуации в семье, когда еще родители находятся в каком-то страхе предшокового состояния, до шока еще не доходя. Вот, видимо, вот страх услышать вообще вот этот диагноз и каким-то образом уже начать с этим как-то работать и быть готовым обучаться или как-то взаимодействовать. Дело в том, что это очень важно. Без согласия родителей не начинается образовательная программа. Она не может быть написана. Родители отказываются идти на ПМПК за документом, который подтвердит статус ребенка. Либо, если они уговорились и сходили, они имеют даже по закону право не показывать эту справку. И школа находится в полном каком-то неведении, видя ребенка, видя, может быть, даже больше, чем родители, возможности ребенка и возможность помочь этому ребенку, не имея на это право без согласия родителей. То есть вот согласие родителей, здесь вот такой вот механизм, который эту работу запускает, но родители очень часто эту работу тормозят. Вот каким образом, вот самое-самое-самое начало работы с родителями. Подскажите, если у вас есть такой опыт. Большое спасибо. Вы знаете, вот недавно у нас встреча была, Гена у нас в гостях, и даже я как-то не то, что там почувствовала некую неловкость. Мы так много работаем с родителями, да. Это наша программа. Мы раз в неделю, но иногда через две недели, там пожелаем родителей. Собираем родителей за круглым столом и пытаемся проговорить проблемы, иногда пытаемся их на опережение, что ваши дети готовятся к детскому саду. Вот надо сделать такие-то такие шаги. Что это весь страшно, что это не больно, у нас меняло законодательство. Работаем в это. И я увидела, что все равно, мы говорили несколько раз, у родителей остаются вопросы. Мы должны сделать скидку на то, в каком состоянии находятся родители, и мы должны поддерживать. У нас не хватает элементарных вещей, на мой взгляд. Это информация для родителей. Какое у нас законодательство? Что у нас в сфере образования? Можно ли ребенка не взять в школу? Мы привыкли, что несколько лет назад у нас слишком большой был слой детей, которым ставил по МПК не обучаем. Бывая в глубинке, нам пришлось объехать довольно много регионов, даже в этом году специалисты наши были почти в 20 регионах. Мы смотрим на заключение по МПК, не знаю, не очень старое, совсем не старое. Все в рамках уже действующего закона и даже в ГОС, в котором есть рекомендации, что ваш ребенок уже не обучаем и не пишут. Но программу адаптированную в детском доме-интернате советую пройти. То есть в детском доме-интернате для глубокого умственного родителей, они остаются один на день делать поддержку. Если у нас не будет созданных, хотя бы в перспективе, за то, что мы сильно выступаем и бьемся, система сопровождения семьи. В любом, вот я не знаю, где она там может быть, она должна быть межведомственная. При появлении ребенка особого, даже с риском появления такого ребенка, родитель должен максимально получить информацию, не знаю, там о возможном, всего-всего. А главное, о действующей в стране системе социальной поддержки, в образовании или в здравоохранении. Мы должны помнить, почему это, на мой взгляд, у нас все законодательство носит заявительный характер. Не пойдешь, не знаешь, не получишь. Если родитель получает вот эти знания, как я говорю, ваше дело правое, вы не просите ни у кого. На это заложено и финансирование. Есть специальная организация, то, что создано в МАФЕ, все-таки довольно боевая организация, объединившая родителей, вот с детьми инвалидов, да, Московская городская ассоциация родителей, которые уже третьих мест проводят или провели, да, вообще что-либо можно сделать, ну, как бы в сообществе. Можно ли родителей к чему-то принудить? Принудить нельзя, но говорить можно. Только на сравнении, если вы пройдете по МПК, значит, ваш ребенок будет получать специальную поддержку в лице занятий с педагогом, психологом, там, и водопедом, и так далее. Он, еще какие-то, я не знаю, условия, возможно здесь, вы можете бесплатно посещать какие-то центры при сетевом взаимодействии и так далее, и так далее. И родитель, когда услышит, что есть вообще что-то, пойдет навстречу. И вообще, ну, не знаю, наверное, мы должны в обязательном порядке переходить на соглашение между родителями, организация, которая работает, ну, с родителем. Родители разные бывают, не хочу никого обидеть, но вот это вот непонимание ситуации, оно сильно-сильно есть. И как только ребенок чуть-чуть становится успешным, это тоже, мы видим, в своей организации начинает советоваться, ребенок имеет, там, я не знаю, умеренную степень, или достаточно глубокую, допустим, умственно осталось с этими, но он успешен вот в этом элементе. Родители сразу выстраивают вертикаль роста вот до университета. Поэтому тактично поправить, помочь, наверное, это отдельная такая же деятельность, и она должна быть сейчас во всех образовательных организациях, потому что мы совсем забываем про вузы для детей, да, где родитель становится полноценным участником образовательного процесса. Вообще-то программа, нет, ну, если по МВК мы говорим про программу там после точку 1 или 2, и ребенок выходит на общий уровень, если мы будем говорить о специальной индивидуальной программе развития, она только в тесном сотрудничестве с родителями. С одной стороны, родители максимально все говорит честно о своем ребенке, с другой стороны, и дальше вот в таком сотрудничестве, наверное, пошагово будем идти. Не знаю, насколько ответила на этот вопрос, но это очень кропотливая, пожалуй, тяжелее работа, чем с ребенком. Можно, 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 что-то хотим. Чуть-чуть тоже добавлю, я тоже еще, к примеру, что доходите. И мы обычно, когда начинаем работать с родителями, даже на первичном приеме, мы сталкиваемся с очень разными ситуациями. Иногда родители уже знают, что у ребенка есть диагноз, и не все с ним согласны. Это какая-то одна тема. Другая тема, ну, вот, и там. Когда мы говорим о том, как можно, что еще можно уточнить, и что для них значат эти слова. Да, потому что иногда, опять же, в литературе, интернете и так далее, есть такие много разных, часто противоречивые информации, как только, да, особенно если мы говорим про раннюю помощь, да, это родители, и обычно это уже не первый год, какой-нибудь второй, третий, когда, ну, если мы говорим про онфистический степень, да, потому что вот он растет, там, пополз вовремя, пошел вовремя, сказал первое слово, вовремя, а дальше все чуть-чуть не там. И они сталкиваются с огромным потоком очень радой информации и прогнозов от того, что вот, если у него раз, значит, в большинстве случаев у него будет нарушение интеллекта, не знаю, что он будет в общем, да, это такое, ну, какое-то лавина, что ли, всего. И им нужно время, чтобы сориентироваться, да, и в том, что есть, и в том, что, ну, и в том, что есть хорошего в государственных программах, да, в том, что есть хорошего в негосударственных программах, на форумах пишут еще про всяких волшебников, и там самых-самых разных, и некоторые в них действительно эффективны, кому помогут, так далее, и чтобы выйти на этап инструктивного сотрудничества, родителям нужно действительно, ну, в общем, все это осознать, переварить и понять там свою роль, а что я буду делать, да, да, почему я должен верить именно этой организации, введение этой, вот. И вот такой строк, на то, чтобы там везде поддерживать, понять, ну, там, выбрать, ну, очень нужно. И, к сожалению, то есть, при этом мы понимаем, что время ребенок тоже, ну, не терпит, ему тоже нужно развиваться, спешить, и нужно хорошо выйти сразу в какой-то, ну, в хорошем программе, да, и дороге, а родителям нужно время, чтобы все переварить, осознать и выбрать из множества предложений, потому что нет какого-то, ну, да, там, для обычного ребенка все-таки есть рейс, где-то искать школу, университет, а для особого ребенка их миллионы, если там, не нужен особый подход. Можно я даже тоже попалку, потому что все очень актуально. Мы как родительская, начальная организация, как раз занимаемся именно этим мотивировали родителям и попытками дать им в руке возможности и критерии выбрать, какая сейчас стратегия должна быть у них для того, чтобы ребенок получил максимум 5. Да, потому что сколько у нас есть инструктивно, сколько у нас есть инструктивно, сколько у нас есть здоровье. Каждому нужно учить эти особенности. для того, чтобы родители быстрее вас услышали, как специалисты. Очень часто бывает, что вы сказали ваши слова, не мы, а мы. Они слышат друг друга. Вот мы слышим друг друга. И когда это говорит человек, который такой ребенок, который уже прошел вот это, он себе попробовал вот это, вот это, вот это, ну, по-разному, причем это звучит убедительный. Да, и вот, несмотря на то, что Александр, кстати, вы спитывал вчера неловкость, когда мы пришли, я не вижу здесь ничего неловкого, потому что то, что они много раз слышали от специалистов, от людей, которые прекрасно занимаются этим, от людей, которые всеми силами стараются им помочь, все равно услышат это от тех, кто эту дорожку на своем, они не понимают, что они значат. Вот если есть возможность сотрудничать с родительскими организациями, если есть люди, то вы этим достаточно простые, когда мы будем как-то взять на себя, всегда это вам в помощь. То есть для того, чтобы процесс реабилитации ребенка начался, пока родители еще как-то в шоке-то бывают, но если он услышит от своих, что да, мы получили два виду, это не страшно. И все эти вопросы, они совершенно одинаковые. Вот здесь есть неприятие как таковое, а есть страх. И вот если с неприятием мы еще должны подождать, пока там это все стадии проведут эволюционные, то со страхами можно работать, не откладывая ни секунды. То есть вы просто все основные стигматы, которые есть, ну они у нас есть, мы с ними живем, да, и от них тоже не знаю, что это один день. С ними можно работать никуда нечего. И сразу же, как только родители получают переживания, почему мы стараемся работать сразу с медицейским учебниками, первым образом. Потому что это место, где ребенок первый раз, и родители первый раз слышат это слово, аутизм. Кстати, не важно, что это что-то, что в дальнейшую жизнь ставит большой-большой вопрос. Как это происходит? Очень важно, чтобы в этот момент человек не просто получил приговор, потому что это звучит как приговор. Да, у вас ребенка аутизм. Это значит, что у вас пресс на вашей жизни, он не сможет сойти, может, это что-то первое шагиное, потому что то, что рассказывает ему доктор, это все звучит так. У него здесь плохо, здесь плохо, здесь еще хуже, и это не лечится. Чтобы после вот этого не лечится, что-то дальше звучит. Чтобы это был не конец, да? Как Людмила Ваеновна сегодня говорила, похвалить. И дайте какую-то надежду. То есть если поставить сейчас в этом месте точку, то правду говорить надо. То есть когда у нас специалисты ягностируют ребенка, пытаются смягчить удар, говорят родители, ну это не аутины металлоптичные черты, может, что-то такое. Это все понятно, но мы бережем в этом случае как специалиста своей нервной системы, но и не родительской. Потому что в определенных случаях сказать надо прямо, но при этом должны быть перенесены еще дополнительные слова про то, где помощь дальше можно получить, кто с вами пойдет дальше рука у рука, что можно сделать. Ничего нельзя не получить, а что можно сделать. Совершенно другой настрой. Когда вы предлагаете эту помощь, все сразу идет в совершенно другом конструктивном условии. Самое страшное, это достаточно один на один с этой проблемой, а совершенно не самая диагноз, которая приглашает. Керамид. Спасибо. Ой, Валентина, мне кажется, вы хотели нам рассказать еще что-то про то, что у нас городской психологии в первую очередь делает, в частности, в том, что работа с родителями. Я не вижу, что могу не смыть. Я не знаю, что на полу. Ну, давайте, да, вот так. Солба. Слышно? Нет? Нет? Не слышно. Ну, это, наверное, лучше, да. Добрый вечер. Что-то слышно. Да, ну, поскольку все-таки опыт Москвы есть такой, да, ну, какой-то, как опыт Москвы все время воспринимается, не как опыт региона, а как опыт Москвы, почему там все время звучит. хотя, знаете, нас, министр нашего образования достаточного времени очень ругает. И говорит, ну, что же вы вот все время вы говорите опыт столицы, опыт столичных школ. Надо быть менее, более скромными и говорить, ну, опыт хотя бы большого мегаполиса. Ну, будет, возможно, потому что есть тоже большие города, в которых тоже много что делается, и столица это не всегда тот город, на который стоит, да, ориентироваться, потому что страна большая, и везде есть много чего хорошего. Вот. На самом деле, действительно, и здесь я, наверное, Лене тоже скажу в унисон, потому что важно быть честным. Вот я сейчас вам скажу это страна специалиста, да, потому что очень часто, пытаясь выстроить партнерские отношения с родителями, мы стараемся умалчивать о тех проблемах, которые у нас, как у специалистов, возникают, да, когда к нам вызывают на организацию, пусть это детский сад, школа, еще кто-то, приходит особо ребенок, потому что, ну, как бы прогрессивно не звучал закон об образовании, что каждая школа создает, да, специальные условия, мы должны, честно признаться, что мало того, что мы не готовы как специалисты создавать условия, у кого-то реально нет на это возможности, потому что все школы разные. и даже если у школы есть все возможности, нельзя в одну минуту взять и сделать школу инклюзивной. Это вот про то, что сейчас происходит такая, знаете, подмена понятия инклюзивной школы. Нельзя сделать за одну ночь, приведя особого ребенка в класс школу инклюзивной. Это школа будет, которая принимает на обучение разных детей. Понятие инклюзивности оно в ином. Оно как раз в умении выстраивать партнерские отношения с родителями. Это умение среди своих педагогов вырастить то понимание инклюзии, которое позволит всем участникам образовательного пространства и родителям, и администрации, и детям, и педагогам комфортно себя в нем ощущать. При этом это то учреждение, которое обучая обучая особых детей, использует все эти технологии специальные во благо и других категорий детей. инклюзивный класс, если он инклюзивный по-другому, не просто на бумаге, 12 нормативных, один особый, если все-таки нам удалось выдержать требования САНПИНа, да, если даже мы плевали на САНПИН, то в 28 посадили двух особых и сказали, что у нас это инклюзива. Инклюзива это совместное обучение. Здесь как мы педагоги должны честно сказать, наверное, родители, что мы не отказываем действительно, мы готовы развиваться вместе с вами, да, но у нас будет вот так, потому что нет возможности. Это одна история. Другая история, вот это про понимание инклюзивности школы, да, нет, такого большого количества инклюзивных школ. Есть школы, которые принимают обучение и не отказывают, ну, потому что они, в принципе, наверное, по природе свои люди долерантны, они, в принципе, профессионалы, и они понимают, что они должны учить в разной категории детей, тем более, это сейчас написано и в стандарте профессионального педагога, да, и страна стала на путь перемен, у нас мы ждем энное количество других стандартов, которые расскажут, что учитель-технолог, он все-таки это тот специалист, который работает здесь вместе с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а не с теми, кто умеет сидеть за партой, да, и выдавать нам знания по географии, как учат студентов в вузах. Но ведь их же до сих пор учат в вузах так. Если здесь есть студенты с характерами на украине педагогики, они знают, что им расскажут, что ребенок, да, который обучается по стандарту для детей с нарушениями интеллекта, он должен обладать знаниями в области географии, в области естественных наук, в области математики, в области русского языка. Нет таких детей, которые приходят вам обучать в стандарте с нарушениями интеллекта. Или в лучшем случае мы сильно лукавим выставляем вариант программы один, потому что это скорее не один. Но тем не менее студент тоже не готов. Это еще одна история. И другая история, для меня больше нужно обучать и ту, и другую сторону правильным навыкам коммуникации друг с другом, потому что не умея правильно коммуницировать, либо боясь сказать родителям правду, мы тем не менее еще глубже себя, как специалисты, погружаем в ту пучину в ранням, просите меня за приволенение, которая затем приводит к большому количеству проблем. и по школам, которые неинклюзивны, которые принимают на обучение разных детей, сейчас это очень видно, потому что когда не было стандарта, это была одна история. Теперь, когда есть стандарт, то мы должны честно признаться, что иногда дети не тянут стандарт, а боясь нарушить, как нам, специалистам, кажется, партнерские отношения с родителями, мы всячески замалчиваем эту ситуацию. Либо есть другая грандность, когда мы говорим, ну что вы, что вы, бегите сразу, не попытавшись учить ребенка, да, с использованием других технологий, других методик, а сразу вонося переговор о том, что он у вас никогда не возьмет центральную программу, то потому что смотрите, он у вас не сидит, как я ему про русский язык буду объяснить. И не говорит, да, а попытаться изменить свое мышление, что, извините, нигде в стандарте не написано, что он должен по русскому языку отвечать вам развернутым предложением. Это не значит, что он не за программу по письменной речи. Но мне в стандарте таких слов, коллеги, давайте будем честны, нигде не написано, что науэк, вот это наша история воскресная, если есть коллеги, которые тоже активно участвуют в жизни в фейсбуках, вот это, да, простая ситуация, как оценивать. Так никто же вам не говорит, что оценивание это значит снизить планку. Нет, оценка это не снизить планку, потому что у вас есть стандарт. Оценка это так, подобрать, ну, назовем это уже, как это все называется, контрольно-измерительный материал, да, вот этот ким, так, что ребенок вам бы продемонстрировал сформированный у него налог. это к нам как и педагогам выгод, потому что мы не умеем. Мы привыкли, что у нас есть один навык, это контрольная работа, которую мы вывешиваем на доске, и все ее должны почему-то по нашему, по педагогическому мнению решить. Вы же, у вас же церковый скандарт. Вы должны уметь решать контрольную работу. А то, что ту же самую контрольную работу ядго ребенка может подобрать совершенно иным, да, с полцовом и подать совершенно по-другому, мы почему-то забываем. Это вот, ну, центр, да, имеет большую историю работы как с родителями, так и с педагогами. Если с родителями, ну, я думаю, что нам все-таки удалось выстрелить, да, партнерские отношения, путем того, что наши специалисты совместно там с родительскими организациями проводят совместные консультативные площадки, когда мама маме, а рядом специалист. Не один специалист, маме, а мама с мамой и специалист рядом. Он вместе. Да? А есть другая история, когда есть педагоги, и которые вынуждены обручать, вынуждены, они, правда, вынуждены, потому что электронная запись для ребенка пришел первого сентября. И дальше начинается история, что педагог не готов, он не принимает. Но даже если случилась такая история, что педагог работает действительно в экклюзивной, школе, то этому педагогу тоже требуется поддержка. И вот потому, что педагог не транслировал родителям, что диагноз это приговор, педагогу тоже нужно учить. Учить адаптировать материал, учить по-другому смотреть на привычную для него педагогическую деятельность. это это к вашему вопросу, что не хотят родители. Они не хотят. А как педагог предлагал родителям вступить в сотрудничество? Потому, что, скорее всего, вопрос ставился так. Ну, это такая история, мне кажется, для каждого города, она традиционна. Что, вот смотрите, вам надо сходить на ЦПРПК, там вам пропишут адаптированную программу, только тогда я его смогу учить. Нет, неправда. Но для того, чтобы педагог понял, что он и без адаптированной программы его сможет учить, педагог требует поддержка среди таких же коллег, где ему другой коллега скажет, ничего страшного, так же, как вот мама-мама, и на этом жизнь не заканчивается. И то, что у тебя будет в классе такой ребенок, это не значит, что ты как педагог, который традиционно работал в гимназии с повышенным уровнем перестанешь существовать как учитель, который учил гимназические классы. Нет, педагогу нужно помочь взглянуть на эту ситуацию с точки зрения его развития. Это иной путь, иной взгляд сначала на особого ребенка, а потом на всех детей в классе. Потому что не бывает сейчас в условиях электронной записи отсутствия отбора в первый класс, ровно в классе. Их не бывает. просто не бывает. И педагоги наши действительно не готовы. И то, что она сама нервничает, она сама чувствует себя сильно неуверенной, она транслирует свою тревогу на семью, которая пришла с открытым сердцем, она поступила честно, она сказала, смотрите, мы не такие, как все, но мы пришли в вашу школу. И она пришла не пятого сентября, она пришла заранее, в мае, для того, чтобы в школу была возможность вместе подготовиться к этой ситуации. Здесь, наверное, я такой, как наджекровный стол, несмотря на то, что мы рядали. Это к тому, что, наверное, вот здесь уже собрались все педагоги, нам стоит заглянуть на свою деятельность совершенно поигромно. Мы не должны помогать маме потирать извините звезды. Для этого есть, мне кажется, много других помогающих организаций. Мы должны помочь семье наладить конструктивное взаимодействие со школой, ну, как уж так получилось, по вопросам обучения. Но при этом мы должны не оттолкнуть семью и не поставить ее в ситуации того, что их ребенок будет постоянно неуспешен. Потому что мы, как педагоги, не умеем. А мы действительно не умеем. Ну, такая печальная нока. Но она предполагает к тому, что стоит развиваться, она нам дает с вами перспективу. Вы же простите, что я без презентации. Вам спасибо огромное за честность. право. Потому что огромное усилие долгое время. Прежде чем учились эти реформы, стоило специалистам и родителям додиться от профессионального сообщества признание того, что аутин проблема для них нужна. Всегда и там субфору в данных регионах иногда на вопрос как вы работаете на педагогическом стаже, мы все умеем, не надо нас не учить. И начинается дальше, через два дня ребеночка старается выполнить огромное обучение, чтобы 8 часов тракта сам мало отправляется, а мы тут 40 лет на педагогическом стаже на стеночке будем в крови в виде грамот распространяем. Поэтому первый шаг это сказать, что учиться все равно придется. Надо это делать и слава и почет специалистам, которые выжидают, когда ребенок уже будет в классе научиться. И мне кажется, что те технологии, те возможности сейчас, которые есть по обучению, в том числе и на базе РФС, и на базе ЦЛП, и на базе ПРЦ. И просто сейчас город наш, по крайней мере, точно насыщен разными педагогическими практиками и возможностями для того, чтобы научиться это делать. И зависит все только исключительно от желания своих педагогов. Потому что материалов вы достаточно. если родитель сейчас тонет, у нас море информации раньше не хватало, то сейчас слишком много порой. Но для педагогов все-таки история немножко другая. Здесь действительно достаточное количество проверенных хороших, действительно эффективных курсов, которые можно пройти и получить другие инструменты. Рабочий инструмент, который позволит сначала наладить какой-то контакт с ребенком, потом его грамотно обучать. И соответственно с родителем естественно это тоже поможет быстрее контакт. Если он видит, что эффект отработки будет прислушиваться совсем другим, потому что он для себя нашел. у нас тоже снимаю я не буду никуда закладывать для себя и для настоящих областей не подозревать. Потому что у нас действительно сейчас такая проблема, что не хватает к нам. Какой форме нам нужно выстроить? мы хотим на базе одной площадки второй, третьей хотим получить практику для себя. Как поступить? Оформить каким-то письмом? Куда? Как вы посоветуете? В какой форме нам стоит взаимосвязь с нашей школой с площадками? У нас сейчас водителей не слышат? Нет, руководителей нет. Нас все слышат, но в силу возможности того, что у нас много молодых специалистов, которым просто не хватает. И сейчас я сама столкнула с тем, что огромное количество детей, которые нуждаются. Когда мы работаем у себя, мы не видим, мы видим 2-3 ребенка в классе. Частным образом мы видим этих детей. А вот сейчас на конференции я просто уже снула огромное количество детей. И тем, что действительно у нас не хватает этих знаний для работы с этими детей. И все боятся признаться в этом. Как вы сейчас говорите, что у нас нет. Мы все говорим, да, мы можем взять, пока мы сталкиваемся с тем, что нам некомфортно, нам неудобно. А давайте как бы вывезем. Она не хочет. Мне лично хочется работать с этими детей, но мне не хватает. Где мне взять, как мне сделать? В какой форме? Если вы городское учреждение, то здесь механизм совсем очень простой. Есть так называемый портал поставщиков города Москвы. Ваш директор его прекрасно знает. На этом портале поставщиков представлено огромное количество организаций, которые предлагают в той или иной форме курсы повышения квалификации. Они очень разные. Где то есть 36, где то 72, где то 108, у кого то есть бель подготовка. Поэтому вам, даже как специалисту вообще не придется за эти курсы повышения квалификации платить. Другое дело, что если вам нужны какие-то курсы квалификации узкоспециализированные, например, хочется чего-то в области поведенческого подхода, тем более, что сейчас это, слава богу, есть и в рамках государственных возможных отношений тоже есть такие курсы. Но вам хочется совсем совершенствоваться в этой области. Вы можете как педагог зайти во все известные сайты того же вроде контакт, фонда выход, фонда курсов, которые для специалистов школы, которые также сертифицированы, которые можно платить бюджеты школы, которые не исчерпывающие, и они постоянно прибывают и обновляются, и некий набор минимальный какой-то точный здесь. Мы стараемся следить за этим и обновлять эту информацию, потому что первое, что спрашивают люди, куда пойдут. Еще я бы попросила что-нибудь сказать насчет стажировочных площадок. Ну, смотрите, да, история стажировочных площадок сейчас тоже про нее забыли, потому что все гнались за новыми знаниями, теперь вроде как-то знаний достаточно, хочется посмотреть на практике, когда они воплощаются в жизни. Я думаю, что история в области детей с расстройством аутистического спектра состоится в виде стажировочных площадок на базе и городского психолога и педагогического центра, потому что наши специалисты тоже много обучались, и теперь готовы вам что-то демонстрировать. Есть стажировочные площадки на базе солнечного мира, есть бесплатная в рамках гранта, есть еще такая история, ну опять же для людей, которые в системе образования города Москва, у нас есть ресурсная школа, которая лидера в обучении той или иной категории детей. можно обратиться ко мне, я вас уже тогда суету напрямую с школой хедлайнером, которая в области той или иной нозологии, нехорошо скажу, обучение, и можно договорить о том, чтобы школа пришла вам попритиковаться в той или иной специфике. Это вполне возможно. Да, вот и все, про то, наверное, есть стажировочный площадок. Извините, забудьте. Я не про то, а, наверное, вообще про изменения, которые происходят в системе обучения сейчас специалистов. Мы второй год принимаем очень большие группы по договору с вузами, магистрантами, различных специалистов, которые у русских не трогают. Специфика здесь, наверное, может больше сказать, которые в течение полугода раз в неделю приходят и реально на практике вот такая пролонгированная практика проходит сейчас у студентов, это можно. Про курсы повышения квалификации на сайте Центра тоже есть. Вот именно может быть интересно такие узко специализированные вещи или какие-то семинары. это одна ситуация. Но чтобы получить реальный наверное опыт, если среди молодых есть такое, можно прийти и стать волонтером. И поработав полугода в год, в этом может быть влаги, да, или что-то еще, погрузиться в эту среду, увидеть на практике не просто стажировочный один-два, а прожить некий такой период истинный. Тогда становятся классными специалистами. Развитись. Вы говорите по Москве, в Москве что область и что это? Это вот она, по-емому. Смотрите, в Москве в Москве история такая. Вот коллеги все подбердят. Так мы все на блюдечке носили со всех сторон. Значит, могу плюсом сказать, соцзащита молодцы. Уже второй курс сейчас проходит в Угород Шпицер в Центре нашей помощи в мире. В общей сложности в тот раз был 160 человек, наверное столько же учатся, стажируются, есть списки площадок, есть специалисты работают. В общем, молодцы. Все, что касается образования, полный права. Вот полный. Как только ты не говоришь, товарищи, где у вас какой-нибудь курс на базе вашего какого есть специализированный курс? Нет курса. Давайте сделаем? Ну, давайте сделаем. Третий год уже делаем. Вот что-то делаем, все делаем, и так он делаем. Во всем остальном пропуске. Какой-то все проблемы сохранялись с тем, что специалистов нет, дети на родственном обучении, они даже закладаются федеральными противоречиями, что мы говорим. Поэтому все, что касается области, сейчас делается только в тех школах, где есть какой-то директор, который готов вообще что-то делать, не боится, и там, где есть сотрудничество с родителями и с НКО. Если есть такая история, готов директор, есть НКО, и родители готовы сотрудничать. Тогда все получится. Мы уже два дня очень много говорим, и у школы более-менее понятная ситуация, как работает с данной категорией детей. Мы представляем детский сад, в котором собираемся внедрить, мы уже знаем, что нам открыт специализированный клуб, и здесь открыт нам с первого сентября. И мы глобально подходим к этому вопросу, я позвонила все почти вузы Московской области, которые были, спросила, если какие-либо курсы, для кого, для психологов, переподготовки, непереподготовки, мне все говорят однозначно, что такого обучения нет и не будет. и единственное, на что наткнулась, это конференция, на которую конечно же все я записала, как помню, чтобы все хотя бы представления в голове собирать, потому что мы понятно, что мы не только не обученные люди, а мы ничего об этом даже не знаем. у нас есть педагогическое образование, но мы же не медики, мы не врачи, мы не сталкивались с этим вопросом, и вот для нас, например, это вот трудно внедрить в себя, мы признаемся, что мы как бы не готовы принимать таких детей, но так как закон разрешил как бы детям прийти в учреждение, мы с такой проблемой, что в каждой группе детского сада появилась около ну вот если не собрать, то в каждой группе есть два таких детей, два человека во всех детских садах вот у нашего города есть такие дети, есть дети, у которых есть диагноз, есть родители, у которых диагнозов нет, но мы видим, что у них нарушения, вот с этими конечно больше проблемы, потому что эти родители еще и не готовы признать, они не слышат, и не воспринимают эту информацию никак ни от нас, ни от психологов, мы не хотим сказать, что мы будем с вами работать, но без вашего разрешения мы не можем с вами работать. вот, вот и как вы можете например нам дошкольникам со школами все понятно есть это все хорошо, а вот именно дошкольники мы же работаем с детьми как раз вот раннего возраста мы будем выбирать с 3 до 7 минуту то есть с 3 лет нам будут привозить такие детей может быть опыт да как это можно организовать какие-то документы даже как это может выглядеть это отдельное помещение на сад практически не я уже прочитала тот учебник который вчера я его уже начала изучать я поняла что это как бы группа более кратковременного пребывания что мы должны будем эти детей сделать другие группы и направлять то есть ну по мере расстройства мы будем их выводить в обыкновенную группу это в чём понятно но вот хотелось бы конечно больше смотрите мне кажется у вас вопрос делится на два как минимум да то есть с одной стороны это технологии и методы которыми можно помогать это одна история и вторая история это организационная история ну это разная да это непонятно делать прикасающиеся но все-таки дверь и с одной стороны вам нужно посмотреть на опыт там что уже есть государственное учреждение в Москве это есть я думаю что это нужно чтобы обратиться и продолжайте посмотреть и тот опыт ранней помощи который у Москвы был кстати можно было у меня когда тренировать элекопичное это все вот прям история про то что вам надо делать это не новая история она довольно старая для нас новая для нашего района она новая и нас как котят бросили ребята простите пожалуйста можно я тоже от лица организаторов от ФРЦ скажу у нас завтра последний день конференции презентационной площадки во всех организациях которые работают обязательно записывайтесь даже в разные места ФРЦ это как раз практический опыт и например тот же ФРЦ имеет курсы повышения квалификации которые именно практика ориентированных курсов повышения квалификации в том числе вы я боюсь не обойдетесь сразу одними курсами но с ФРЦ стоит во-первых начать и посмотрите материалы которые сейчас в открытом выпуске на сайте лежат потому что там есть и методические рекомендации и открытые видеоматериалы поэтому вы пока вот у вас есть сейчас время посмотрите а потом подумайте что из того что-то делал нужны для вас бумажками если вам подходят московский курс по любой методический курс те, которые мы на сайте выкладывали то, что делает СЛП то, что делает ГЭС это все для вас то, что работает в школе прекрасно работает для вас еще я вам покажу здесь соседняя аудитория у нас не на голову читает ну любят секцию а читает она по фортаме это это прекрасная это прекрасная методика которая как раз для работы детей маленьких детских и садовских это прям замечательно посмотрите здесь программу найти совершенно несложно это прям то что нужно при этом она сама из Тармашковья и она реализует сейчас она пошла работать в школу потому что надо было тех детей которых они подготовили к школе дальше вести не получалось иначе никак если то и школа тоже не справилась поэтому мне кажется ее опыт могло очень так можно еще подскажите что они или не вольвере рекламы можно подойти к основной структуре площадки инклюзивные которые давно действуют там с последними изменениями в системе образования детские сады которые начинаются со слов наш дом Ясенева 288 на площади Ильича сады в которых уже довольно давно происходит инклюзивные и свои технологии именно про ремонтируционный момент можно с ним говорить ну вообще странно что они не дошли до конференции может представьте колледж малого бизнеса в составе которого детский сад 288 завтра принимаем наш дом Ясенева это 12.06 тоже принимает в этом сложную аббревиатуру ГБУ 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 Добрый Добрый день У меня не вопрос а вот как раз ответ наверное или предложение обменяться опытом я директор реабилитационного центра вы говорили что социальная защита специалисты активно включились в обучение своих специалистов и вот на вопрос как организовать когда детский сад начинает принимать инклюзию или организовать у себя инклюзию я хотела бы обменяться опытом взаимодействия межведомственного взаимодействия нашего реабилитационного центра мы сделали пилот с детским садом и со школой по открытию стажировочных площадок когда наши специалисты стали приходить в школу и в детский сад взаимодействовать с воспитателями как правильно говорить с ребенком передавать свой опыт работы плюс на три направленные были основные мероприятия это взаимодействие с воспитателями работа с ребенком и самое главное работа с родителями обычных детей то есть как правило они не воспринимают инклюзию потому что они боятся что их обычные дети могут зародиться больных детей и вот этот опыт работы получился очень удачен на сегодняшний день у нас уже несколько садов хотят с нами взаимодействовать я думаю что в каждом городе есть такие же репутационные центры которые могли на межведомственном уровне обменяться опытом в рамках стажировочных площадок не все руководители детских садов школ могут позволить себя массово куда-то отправить своих специалистов или обучить даже дистанционно а вот формирование таких стажировочных площадок на межведомственном уровне это гораздо быстрее может решить на начальном этапе данную проблеме спасибо спасибо назовите город и центр хантамансийский округ город нижневартовск реабилитационный центр для детей подростков сталкс спасибо приезжай на самом деле для московской области судя по той интенсивности обучения которое происходит это очень хороший вариант я думаю что нужно найти тех людей которые обучаются и прийти к ним и попытаться не в любом случае можно я сейчас попрошу еще человека замечательного мы здесь с вами в основном сейчас взаимодействие с родителями с точки времени педагогики ждать до бога сейчас благодаря нашим комитетом мальтизка затронули как раз область межведомственного заново сколько мы не помогаем родителям каждый со своей стороны мы не можем обойти внимание в помощи стороны медиков потому что это те люди которые вообще вообще с чего начинается наша вся история это с того что я остается вот нам сегодня парень директор лучшей специалистой больницы которую называются МФЦ ПЗДП имя Супривай прислала прекрасного специалиста Марию Викторовну Горленко и я бы попросила сканер слово о том как сейчас больница меняется и как там в том числе идет работа с родителями всем добрый день меня зовут Мария Викторовна Горленко я в научно-практическом центре являюсь заведующим вторым отделением у меня отделение смешанное по полу для мальчиков и девочек младшего школьного возраста в частности у меня есть дети из расстройства аутистического спектра но уже преимущественно такие подрощенные не с первичным восстановлением диагноза хотя есть и с первичным и вот сейчас у нас очень интересная очень масштабная проходит работа в нашем научно-практическом центре мы пытаемся вообще в корне всю медицинскую систему изменить реально и предыдущий оратор который выступает для меня даже лично врача который беседует с родителями как раз во всех этих обеседах которые сейчас говорили иногда я являюсь первым человеком который сообщает собственно говоря но здесь немножко есть такой момент который я хотела может быть отступить от темы то есть не всегда это страшное потрясение потому что родитель на этапе когда он уже попадает специалисты он уже подозревает что что-то не так то есть не бывает такого что все идеально и вдруг он приходит и ему что-то окрушивается может быть с позиции именно каких-то героев он сразу начинает думать основная боль всех врачей это как раз формы потому что там вообще происходит очень много всего плохого и вторая моя личная боль это нарушение как раз межведовственного взаимодействия потому что все что вы сегодня говорили я ко всем ораторам обращаюсь для меня это некое наличие таких закрытых сундуков в некотором смысле мне лично приходит родители говорит пока ребенок находится в стационаре я сейчас расскажу что там происходит он со всех сторон защищен у него идет очень активная реактивационная работа у нас очень много интересных программ которые постоянно развиваются научная работа он же выписывается с вами и тут мы сталкиваемся с ситуацией как раз недостаточности образовательной вертикали которой некуда податься самая страсть я не могу сказать за всю адресу по поводу московской области а новая Москва там вообще ничего нет отлично у меня был ребенок аутист из новой Москвы и мама у нас все у нас только обычное общеобразовательная школа и нам сказали что нам не сюда а ездить я не могу возить я не могу и в частности я сама ищу все эти центры благотворительные вот как допустим устроена система постановки диагноза в американском стандарте у них на все есть брошюрка вот если вы обращаете внимание в фильме у вас кариес вот брошюрка у вас шизофрения вот брошюрка неважно что там дальше брошюрка изложены хотя бы основные направления куда пойти человек в частности родители с родителями естественно уже говорилось об этом что это сложная категория что на этапах в любом случае врач специалист он работает с человеком который переживает травматический опыт всегда то есть если это конечно уже госпитализации там 5-е 10-е 20-е там уже немножко ну другой момент есть еще негативные варианты когда родители уже допустим совсем смирился уже перешагнул через какие-то внутренние барьеры есть такой момент я не хочу я никого не хочу обидеть таких родителей немного но есть родители с четкими рентными установками когда все должны и это тоже достаточно тяжелая категория непростая то есть не все несчастные многие как бы как сознание не было и очень тяжело взаимодействовать тоже вот значит в рамках нашей больницы теперь существует отделение рас которых в общем-то с расстройством аутистического спектра хотя оно называется на самом деле реабилитацией и специализацией и адаптацией в этом отделении у нас проходит огромное количество интересных всяких направлений связанных с реабилитационной работой в частности у нас сейчас большая научная работа по театру терапии по всяким направлениям терапии у нас работают там нейропсихологи директологи специалисты работовой интеграции то есть я могу долго перечислять на сайте МВЦ подробно описано это отделение помимо работы которая проводится внутри отделения где работает семейный терапевт психотерапевт психолог психиатр научный консультант где выбирается психофармакотерапия которая кстати тоже в общем-то дает иногда очень неплохо результат а вот еще есть и большие возможности для репутации это я почему на этом делала оценка потому что раньше этого не было раньше все это было как бы в рамках не было дополнения что ли каким-то основным классическим методом лечения в которых в общем-то же стандарт лечения аутизма существует он утвержден здравым но тоже бывают вопросы но тем не менее вот также хочу сказать что опять же что вопреки тревогам я всем людям которые никогда не госпитализируются и имеют ребенка с трудностями я всем рекомендую свой стационар и вообще совершенно без вопросов потому что действительно ребенок находится в защищенной среде в доброжелательной в нормальной атмосфере в той мере в которой это возможно также я хочу сказать по поводу просто делать небольшой комментарий на тему вообще темы круглого стола по поводу вообще слова диагноз вообще расстройство аутистического спектра слово спектра это же круг и уровни расстройства тоже здесь говорил они могут быть абсолютно разными то есть может быть устный осталось может не быть то есть то что называют врачи аутизму свойственен огромный клинический полиморфизм то есть может появляться очень много разных уровней и когда врач делает вывод о том примерно на каком диагнозе он останавливается на каком варианте по классификатору несколько раз существует довольно много он должен по большому счету родителю задать определенный коридор дать совершенно верно дать честный прогноз что ему ожидать потому что многие родители не в курсе и не знают и живут на самом деле иллюзии это так же плохо как депрессия и негативное представление о сложившейся ситуации если задать правильный коридор и родители будут иметь представление где прогресс действительно что можно сделать можно ли что-то сделать тогда вот это как раз дело чтобы мы могли как врачи передавать дальше в какие-то другие структуры в которых этого ребенка продолжали бы сопровождать и сопровождать семью совершенно верно сегодняшняя конференция круглый столб начнут с того что основная сила в этом плане родители потому что все дети еще раз подчеркну все дети с расстройствами аутистического спектра разные а родители это то на что может опираться специалист потому что родители обладают достаточным уровнем генитивных способностей чтобы оценивать и прогнозировать ситуацию мы будем за это брать я даже не знаю что мне еще сказать потому что у меня очень много простите я не готовилась неожиданно получилось поэтому если у вас есть вопросы по поводу центра вы можете выдавать вы можете рекомендовать родителям но естественно они сами обращаются если это в рамках Москвы то они обращаются под Москву нет мы обслуживаем Москву то есть есть да Москва или если например это какая-то экстренная ситуация и нужна помощь именно в нашем центре родители могут прийти в департамент и получить там специальное разрешение это в общем не что-то экстраординарное у меня такие дети лежат а у меня родители у меня тоже пара клавишка у нас у нас вот у нас это и у меня в гаде на самом деле и на комитете на наших школах представитель уже не первый год мы сказали на козапии на подруга к нам действительно приходят очень много детей с проблемами но вопрос заключается следующим во-первых платные помощи это не бесплатно для Москвы потому что родители очень интересуют что они для этого должны делать конкретно это вопрос родителей и вопрос еще такой мы придем в эту ну это родители в психушку в психушку там семьи наившись в тропах и нам повесят этот диагноз и что мы будем с ним делать и вот вы наши отводите на занятия мы действительно берем мы кстати не отказываем никому вообще никому у меня там ребенка не отказали в помощи если там есть действительно какая-то небольшая очередь обожают на самом деле есть ли там платное отделение они тоже спрашивают у них не будет и выписки могут ли они показывать могут ли не показывать и как вообще попасть и я думаю ладно но здесь на самом деле я вижу два поля первое поле это у меня на дням был разговор с одной мамой мы с ней разговаривали когда она категорически не согласна была с диагнозом и вот она не хотела на итог я пошла на поводу другую диагноз поставить но я и говорю нету пусть ходит массовую школу нету пусть вот мы сейчас наймем репетиторов мы все там выжимем то есть она говорила выжили из него все выжимем вот и я просто ей говорят ради чего вы это делаете то есть что вы хотите получить по концовке вот в итоге то есть он закончит то есть я вам точно говорю что в институт он не пойдет то есть он все равно пойдет получает там какое-то среднее специальное образование которое он может получить после школы 8 вида но при этом он будет гораздо более комфортной среде расти да он не будет этим отщепенцем и так далее то есть родителям нужно говорить мне кажется на уровне любого специалиста который работает с родителями на какой-то далекой перспективе если уже специалист видит что допустим там уже перспектива как раз то что я говорила прогноз дальнейший не очень благоприятный массовая школа например не получится то уже надо говорить о том что они хотят то есть на данном этапе они не хотят диагноз а что от чего это избавит ни от чего вот а второй момент то есть в рамках допустим попадания в психиатрическую больницу существует много таких технических моментов которые дают возможно сохранить врачебную тайну то есть например если ребенок лежал в стационаре он получает справку например о том что он лежал в психиатрической больнице но только он с этой справкой идет к районному психиатру а районный психиатр выписывает обычную справку вот такую вот как по РЗ где не стоит никаких указаний о том где он лежал также у нас есть допустим такая система что даже лежавший ребенок он мог помечать эти карты не передавать выписку в район и например как бы карты этого ребенка сохраняются только в нашем диспансере то есть есть варианты если речь идет о диспансерном учете от которого появляются родители то диспансерный учет он тоже законодательно не просто так назначается это как правило тяжелые дети с тяжелым уровнем нарушений и все равно им не обретись допустим без медицинской помощи поэтому это все очень условные вещи поэтому в плане учета опять же я тоже говорю что вы хотите вы думаете вы хотите чтобы он служил в армии или пошел во всякие вооруженные силы все права купить все можно реально вот эти все вещи ребенок например не может нормально есть и сидеть 15 минут в классе а родители говорят о правах это то с чего я начала с несоответствием ожиданий это какой-то реальной картиной мира то есть у них должна быть я даже на самом деле склонна в беседе с родителями ухудшать прогноз для того чтобы был какой-то вимфт поэтому в этом плане тоже можно работать на самом деле работать в направлении того чтобы у родителей было какое-то реалистичное видение до этого коридора в котором ребенок будет развиваться ну вот плата есть для регионов да смотрите на самом деле больницы сейчас очень работает над своим сайтом и там очень много сейчас да 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 совершенно верно вот более того покажу у нас на территории больницы проводится два раза по-моему если ошибаюсь месяц компетентации родителей как раз по построению продавательного маршрута и это сделано специально для того чтобы и сторонние родители могли прийти посмотри что это не страшно познакомиться с больницей даже когда ты туда приходишь и дышит витя какая-то с решетками на окнах врачный первом цвета как-то запах что это место где действительно могут помочь там сейчас огромное количество специалистов по семейной терапии в структуре больницы это тоже входит в почти стандарт это важно потому что вся наша секция здесь остается не работает удачного ребенка что он может делать он защищенный среду выпустили и он пошел открытый нежный и вверх не даешь куда изменений много и помощь и вам кстати наверное вам у нас получилось делать как раз промоку методичку какие-то пищи а что будет если мы обратимся в эту шестую логику и ваше и по шагу расписано что делать если вы не хотите чтобы ваша карта сохранялся вообще что делать к чему придет вот то вот это таким простым человеческим языком свои свои сайте прям пошаговая струкция как туда попасть вот и про шестерку и про бывшие 18-ю больницу на бугар а можно их вопрос да да на сайте сайте очень хорошо развивается постоянно обновляется там есть информация обо всех отделениях. Там есть отдельный раздел родителям, где очень подробно все описано. Показание госпитализации, как попасть, как взять направление. То есть все, все изложено. А специалистам, кстати говоря, могу предложить следующую форму для межведомственного взаимодействия. У нас сейчас есть первые попытки делать на базе больницы межведомственные консилмы и рассматривать на них, как бы, говоря, приглашать специалистов в социальную защиту, приглашать специалистов в изобразование и, конечно, организация рассматривает самые сложные случаи, которые семей, которые нуждаются в самой разной поддержке и не отправляются кто-то один, как и одна организация с этим. Потому что очень часто бывает нужна помощь всех. Потому что зависит от того, в какой ситуации семья находится. Бывает так, что он достаточно информированный, бывает так, что уже никакая удочка нам не поможет. То есть очень серьезная ситуация, в которой недостаточно просто рассказать, как должно быть. Иногда нужно взять за руку и просто помочь. То есть человек может остаться именно в помощи. Даже не столько информации. Хорошо, когда мы на стадии что-то информации уже совсем не такие простые. Ну и последнее, что я хотела сказать еще во-первых, про работу с родителями. Это теперь там, я так понимаю, что у нас родители срекутно именно в отделении встречи проводятся регулярно. Вписание на сайте есть, есть. Мы периодически тоже публикуем, потому что дело у нас хорошее, правильно, и мы приглашаем участие не только родителей в этой территории, но и в любую. Что в плане снятия штрафов очень полезно. То есть мы приходим посредством тракции, изменяются репутации, где нет травм, где видно, что удерживаться. Это совершенно замечательно. Ну, где-то я не знаю, наверное, как это будет. Обычно это не будет. Мое направление. А потом сейчас еще существует совершенно прозрачная система. Вот как бы недавно мы ее ввели. И для того, ну, для родителей, да, для снятия тревоги родителей, вот если он госпитализирует ребенка в отделении, родитель, я лично там как заведующий врач, я психолог. Мы лично сопровождаем родителей по каждому в отделении. Где ребенка моют, где он едет, где он спит, где он присидит в течение дня, где проводит процедуры. Ну, то есть, чтобы снять вот этот, орган тревоги какой-то. Спасибо. А есть два-другие по спитализации в каждом? Да. У нас есть 12-е отделение, которое функционирует по спитализации. Ну, там для маленьких и очень тяжелых. Интересно. А вариант измененного стационара? Он неофициальный, но есть. В моем отделении лежат дети младшего школьного возраста от 6, но самый пятого в 12. Я, как правило, 12 не беру. Именно в силу того, что смешаны по полу, чтобы не было там всякого разного у них атаковать. Да, Любовь? Да, и когда сколько это было? Вот, к сожалению, по цене я не могу абсолютировать именно по стационару. Я знаю, что прием облаторный стоит 3 тысячи рублей. Ну, вот, облаторный прием психиатра. А по стационару по-моему, цены тоже есть на сайте. И по квоте можно еще подказать. У меня есть ребенок это запрос в департаме здравоохранения и крупные предоставляют все, наоборот, что-то не было совсем делом очень шуток. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на базе вашего отделения можно ли предложить вариант волонтерского какого-то, может быть, обучения или просто волонтерской практики для дефектологов? Значит, психологов для локоней чтобы с вами взаимодействовать. Я точно знаю, что волонтеры в нашей больнице работают и в отделении и раз, и в принципе можно и в моем отделении они будут здоровы, пожалуйста, приходите, занимайтесь. То есть у нас наша школа, которая занимается с детьми обучением, это вот Ай-школа на территории 36-я, потому что у меня, как правило, дети разных классов, у всех разные программы, поэтому я совершенно не против, если кто-то дополнительно приходит и занимается вообще не поговорили например на тему, которая должна была с Еленой Романовой, которая заболела, к сожалению, про психологическую помощь работе родителей. Я не слышу, что... Все микрофоны сели? Я говорю, что не поговорили про психологическую помощь родителям вообще нисколько, уже не успеем, к сожалению. Но опыт этот есть, он очень позитивный, и у нас на базе контакта действуют две группы, которые ведут психолог, поддерживающих родительских. И плюс это индивидуальные консультации, потому что не все могут сразу в группу включиться или не все будут вообще в группу работе включиться. Иногда человеку бывает нужно именно начать с обязательности институтальной работы. Это очень хорошая практика, дополнительная ко всему остальному, что происходит то что-то комплекс на работе. То есть, если подводить итог, мы тут с вами посмотрите, обсудили, сколько вариантов, и они еще не все. То есть, это помощь обучающая для родителя, это помощь юридическая, которую мы тоже сегодня нисколько не затронываем. Потому что чаще всего мы говорим про помощь в создании какого-то маршрута, в котором юридически родители придется поддерживать. Потому что в Теликоне всегда и везде государство все-таки идет пока добровольная встреча. Это помощь психологическая, про которую я тут успел упомнить, это помощь организационная. Порой это тоже очень важно, потому что не всегда все наши планы можно воплотить только одним информированием. Ну и в заключение приглашаю всех тех, кто здесь еще кто живет в Москве на съезд Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов, которые будут проводиться. Это, наверное, самое крупное информационное мероприятие, которое в городе есть, про самые разные области жизни разных детей с ОВЗ, и уже не очень детей, а взрослых вполне, которые остаются все еще в нашем детстве на то, что мы 30 и 40 и больше. Но для всех? Оно для всех, потому что к съезду привлекаются и проводятся на поддержку правительства Москвы, привлекаются все департаменты, отвечающие за социальный блок, в том числе не только социальный, потому что там департамент транспорта, должны быть и другие разные структуры, которые отвечают на основные вопросы для того, чтобы и у специалистов, и у родителей, которые приходят это слушать, мы единонименимы все время услышали одну информацию. Не каждый какой-то трактор, и там есть возможность задать свой вопрос, есть консультативные площадки, то есть можно перед тем, как начнется комментирное заседание, будут рассказаны какие-то общие наши все тенденции и практики, подойти и задать совершенно конкретный вопрос по разрешению конкретного своего сложного случая, поэтому если у вас есть родители, у которых самые разные вопросы есть, мы гордимся, там тоже будет консультативная площадка, для того, чтобы уже совсем когда все остальные не помогли, можно подойти и задать вопрос нашим юристам и остальным специалистам и попробовать разрешить какую-то проблему сложную. И плюс второе, что я хотела сказать про то, что на этом съезде будет как раз учреждена всероссийская организация родителей детей инвалидов. Это очень важный шаг, потому что у нас есть структуры, которые поддерживаются государством всероссийского масштаба, это ВОК, ГОС, ВАИ, и никто из них не защищает права детей с инвалидностью. Ни одна из них не защищает права детей с инвалидностью. И ни одна из них не защищает права ментальных инвалидов, а это самая огромная категория. Поэтому для нас это очень важный шаг, и я надеюсь, что это будет еще одна хорошая такая рабочая обновлевая структура. 9 декабря, начиная с 9.30, если не ошибаюсь, начинается регистрация в колонном зале Дома Союза. Вход открытый, но по паспорту, то есть нужно паспорт привезти с собой, чтобы зарегистрироваться на месте. Можно пройти электронную регистрацию, она просто облегчит вход, потому что у вас будет распечатанный хруточек на вход. На сайте МГАРДИ, в группе у нас в Фейсбуке, которая там активно у нас ведется, на ГАРДИ.ру. Ну, если вы наберете, собственно говоря, съезд МГАРДИ, то вы, я думаю, скорее всего, попадете сразу на форум поисковике и со всей информацией необходимой. Спасибо огромное всем, кто сегодня пришел, кто рассказывал, кто слушал, кто все это делает. Успехов вам в том нелегком деле, которое все делается. отлично. Спасибо. 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 Продолжение следует...